Доброго времени суток, друзья! Мы снова на нашем библейском марафоне. Мы читаем каноническую Библию в синодальном переводе на русском языке. И сегодня мы продолжаем читать книгу пророка Иеремии. И мы начинаем с седьмой главы. Слово, которое было к Иеремии от Господа. «Стань во вратах дома Господня, и провозгласи там слово сие, и скажи, Слушайте слово Господне все иудеи, входящие семи вратами на поклонение Господу». Так говорит Господь, Саваоб, Бог Израилев. «Исправьте пути ваши и деяния ваши, и я оставлю вас жить на семь месте. Не надейтесь на обманчивые слова. Здесь храм Господень, храм Господень, храм Господень. Но если совсем исправите пути ваши и деяния ваши, если будете верно производить суд между человеком и соперником его, не будете притеснять иноземца, сироты и вдовы, и проливать невинной крови на месте семь, и не пойдете в оследственных богов на беду себе, то я оставлю вас жить на месте семь, на этой земле, которую дал отцам вашим в род роду. Вот вы надеетесь на обманчивые слова, которые не принесут вам пользы. Как? Вы крадете, убиваете и прелюбодействуете, и клянетесь во лжи, и кодите в Алалу, и ходите в оследственных богов, которых вы не знаете. И потом приходите и становитесь перед лицем моим, в думе семь, над которым наречено имя мое, и говорите. Мы спасены, чтобы впредь делать все эти мерзости. Не соделался ли вертепом разбойников в глазах ваших дом сей, над которым наречено имя мое? Вот я видел это, говорит Господь. Пойдите же на место мое в селом, где я прежде назначил пребывать имени моему, и посмотрите, что сделал я с ним за нечистие народа моего Израиля. И ныне, так как вы делаете все эти дела, говорит Господь, «И я говорил вам с раннего утра, а вы не слушали, и звал вас, а вы не отвечали, то я также поступлю с домом семь, над которым наречено имя мое, на который вы надеетесь, и с местом, которое я дал вам и отцам вашим, как поступил с селомом, и отвергну вас от лица моего, как отвергся к братьям вашим, все сема Ефремова. Ты же не проси за этот народ, и не возноси за них молитвы и прошения, и не ходатайствуй предо мною, ибо я не услышу тебя. Не видишь ли, что они делают в городах Иудеи и на улицах Иерусалима? Дети собирают дрова, а отцы разводят огонь, и женщины весят тесто, чтобы делать пирожки для богини неба и совершать визлияние иным богам, чтобы огорчать меня. Но меня ли огорчают они, говорит Господь, не себя ли самих к стыду своему? Посему так говорит Господь Бог. Вот изливаете гнев мой и ярость моя на место сие, на людей и на скот, и на дерева полевые, и на плоды земли, и возгорится, и не погаснет. Так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев. Всесожжение ваше прилагайте к жертвам вашим и ешьте мясо. Ибо отцам вашим я не говорил и не давал им заповеди в тот день, в который я вывел их из земли египетской о всесожжении и жертве. Но такую заповедь дал им. Слушайте глаза моего, и я буду вашим богом, а вы будете моим народом, и ходите по всякому пути, который я заповедую вам, чтобы вам было хорошо. Но они не послушали и не преклонили ухо своего, и жили по внушению и упорству злого сердца своего, и стали ко мне спиною, а не лице. С того дня, как отцы ваши вышли из земли египетской, до сего дня я посылал к вам всех рабов моих, пророков, посылал всякий день с раннего утра, но они не слушались меня и не преклонили ухо своего, а ожесточили вы ее свою, поступали хуже отцов своих. И когда ты будешь говорить им все эти слова, они тебя не послушают, и когда будешь звать их, они тебе не ответят. Тогда скажи им, вот народ, который не слушает глаза у Господа Бога своего и не принимает наставления, не стало у них истины, она отнята от уст их. Остреги волоса твои и брось, и подними плач на горах, ибо отверг Господь и оставил рот навлекших гнев его, ибо сыновья Иуды делают злое перед очами моими, говорит Господь, поставили мерзости свои в доме, над которым наречено имя мое, чтобы осквернить его, и устроили высоты Тафета в долине сыновей Геномовых, чтобы сожигать сыновей своих и дочерей своих в огне, чего я не повелевал и что мне на сердце не приходило. Зато вот приходят дни, говорит Господь, когда не будут более называть место сие Тафетом и долину сыновей Геномовых, но долину убийства, и в Тафете будут хоронить по недостатку места, и будут трупы народа сего пищу птицам небесным, и зверям земным, и некому будет отгонять их, и прекращу в городах Иудеи и на улицах Иерусалима голос торжества и голос веселья, голос жениха и голос невесты, потому что земля эта будет пустынью. Глава 8 В то время, говорит Господь, выбросят кости царей Иуды и кости князей его, и кости священников, и кости пророков, и кости жителей Иерусалима из гробов их, и раскидают их пред солнцем и луною, и пред всем воинством небесным, которых они любили, и которым служили, и вслед которых ходили, которых искали, и которым поклонялись, не уберут их и не похоронят. Они будут навозом на земле, и будут смерть предпочитать в жизни все остальные, которые останутся от этого злого племени во всех местах, куда я изгоню их, говорит Господь Саваоф. И скажи им, так говорит Господь, разве упав, не встают, и совративши здоровье не возвращаются? Для чего этот народ, Иерусалим, находится в упорном отступничестве? Они крепко держатся обмана и не хотят обратиться. Я наблюдал и слушал. Не говорят они правды, никто не раскаивается в своем нечестии, никто не говорит, что я сделал. Каждый обращается на свой путь, как конь, бросающийся в сражение. И аист под небом знает свои определенные времена, и горлица, и ласточки, и журавль наблюдают время, когда им прилететь, а народ мой не знает определения Господня. Как вы говорите, вы мудры, и закон Господень у нас, а вот лживая трость книжников и его превращает в ложь. Посрамились мудрецы, смутились и запутались в сеть. Вот они отвергли слово Господне. В чем же мудрость их? Зато жен их отдан другим, поля их иным владетелям, потому что все они, от малого до большого, предались крестолюбию. От пророка до священника все действуют лживо. И врачуют рану дочери народа моего легкомысленно говоря, мир, мир, а мира нет. Стыдятся ли они, делая мерзости? Нет. Они нисколько не стыдятся и не краснеют, зато падут они между падшими. На время посещения их будут повержены, говорит Господь. До конца оберу их, говорит Господь. Не останется ни одной виноградиной на лозе, ни смоквы на смоковнице. И лист опадет, и что я дам им, отойдет от них. Что мы сидим? Собирайтесь. Пойдем в укрепленные города, и там погибнем, ибо Господь Бог наш определил нас на погибель и дает нам пить воду с жалчью за то, что мы грешили пред Господом. Ждем мира, а ничего доброго нет, времена исцеления и вот ужасы. От Дана слышен храп коней его, от громкого ржания жеребцов его доржится земля, и придут истребят землю и все, что на ней, город и живущих в нем. Ибо вот, я пошлю на вас змеев, василисков, против которых нет заговаривания, и они будут уязвлять вас, говорит Господь, когда утешут я в горости моей. Сердце мое изныло во мне. Вот слышу вопль тщери народа моего из дальней страны. Разве нет Господа на сегодня? Разве нет царя его на нем? Зачем они подвигли меня на гнев своими идолами, чужеземными, ничтожными? Прошла жатва, кончилось лето, а мы не спасены. О сокрушении тщери народа моего я сокрушаюсь. Хожу мрачен, ужас объял меня. Разве нет бальзама в Галааде? Разве нет там врача? Отчего же нет исцеления тщери народа моего? Глава девятая. О, кто даст голове моей воду и глазам моим источник слез? Я плакал бы день и ночь опораженных чери народа моего. О, кто дал бы мне в пустыне пристанище путников? Поставил бы я народ мой и ушел бы от них. Ибо все они прелюбодеи и скопище вероломны. Как лук напрягает язык свой для лжи, усиливаются на земле неправдаю. Ибо переходят от одного зла к другому, и меня не знают, говорит Господь. Берегитесь каждого своего друга и не доверяйте ни одному из братьев своих. Ибо всякий брат ставит преткновение другому и всякий друг разносит твилеты. Каждый обманывает своего друга и правды не говорят. Приучили язык свой, говорит ложь, лукавствуют до усталости. Ты живешь в среди коварства, по коварству они отрекаются знать меня, говорит Господь. Посему так, говорит Господь Саваоф, вот я расплавлю, испытаю их. Ибо как иначе мне поступать с черью народа моего? Языков, убийственная стрела, говорит коварно, устами своими говорят с ближним своим дружелюбно, а в сердце своем строят ковы. Неужели я не накажу их за это, говорит Господь? Не мстит ли душа моя такому народу, как этот? О горах под нему плач, и вопль, и о степных пастбищах, о рыдания, потому что они выжженные, так что никто там не проходит, и не слышно влияние ста. От птиц небесных до скота все рассеялись и ушли. И сделаю Иерусалим грудою камней, жилищем шакалов, и города иудеи, сделаю пустыню без жителей. Есть ли такой мудрец, который понял бы это? И кому говорят уста, Господь не объяснил бы, за что погибла страна и выжжена как пустыня, так что никто не проходит по ней. И сказал Господь, за то, что они оставили закон мой, который я постановил для них, и не слушали глаза моего, и не поступали по нему, а ходили по упорству сердца своего, и во след вала, как научили их отцы. Посему так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев, вот я накормлю их, этот народ полынью, и напою их водой и желчью, и рассею их между народами, которых они не знали, и не отцы их, и пошлю вслед в них меч, и доколе не истреблю их. Так говорит Господь Саваоф, подумайте и позовите плакальщиц, чтобы они пришли, пошлите за искусницами в этом деле, чтобы они пришли, пусть они поспешат и поднимут плач о вас, чтобы из глаз наших лились слезы, из ресниц наших тепла вода. Ибо голос плача слышен с Сиона, как мы ограблены, мы жестоко посрамлены, ибо оставляем землю, потому что разрушены жилища наши. Итак, слушайте, женщины, слово Господа, и донимает ухо ваше, слово узк его, и учите дочерей ваших плачу, и одна другую плачевным песням, ибо смерть входит в наши окна, вторгается в чертоги наши, чтобы истребить детей с улицы, юношей с площадей. Скажи, так говорит Господь, и будут повержены трупы людей, как навоз на поле, и как снопы по задержнице, и некому будет собрать. Так говорит Господь, да не хвалится мудрой мудростью своей, да не хвалится сильной силою своей, да не хвалится богатой богатством своей, но хвалящийся, хвались тем, что разумеет и знамит меня, что я Господь, творящий милость, суд и правду на земле, ибо только это благоугодно мне, говорит Господь. Вот приходят дни, говорит Господь, когда я посечу всех обрезанных и необрезанных, и Египет, и Иудею, и дома, и сыновей Омоновых, и Моава, всех стригущих волос на висках, обитающих в пустыне, ибо все эти народы необрезаны, а весь дом Израиля с необрезанным сердцем. Глава 10. Слушайте слово, которое Господь говорит вам, дом Израилев. Так говорит Господь, не учитесь путям язычников и не страшитесь знамений небесных, которых язычники страшатся, ибо уставы народов пустота, вырубают дерево в лесу, обделывают ворвами плотника при помощи топора, покрывают серебром и золотом, прикрепляют гвоздями и молотом, чтобы не шаталось. Они как обточенный столб и не говорят, их носят, потому что ходить не могут. Не бойтесь их, ибо они не могут причинить зла, но и добра делать не в силах. Нет подобного тебе, Господи, ты велик, и имя твое велико могущество. Кто не убоится, тебя царь народов, ибо тебе единому принадлежит это, потому что между всеми мудрецами народов и во всех царствах их нет подобного тебе. Все до одного небессмысленные, глупые, пустое учение это дерево. Разбитые в листы серебро, привезено из фарсиса, золото из уфаза, дело художника и рук плавильщика, одежда на них гиацинт и пурпур, все это дело людей искусных. А Господь Бог есть истина, Он есть Бог живой, и Царь вечный. От гнева Его дрожит земля, и народы не могут выдержать негодование Его. Так говорите им. Боги, которые не сотворили небо и земли, исчезнут с земли и из-под небес. Он сотворил землю силой, свою утвердил вселенную мудростью, свою и разумом своим распорствовал небеса. По глазу Его шумят воды на небесах, и Он возводит облакадок от краю земли, творит молнии среди дождя и изводит ветер из хранилища своих, безумствует всякий человек в своем знании, срамит себе всякий плавильщик и стуканом своим, ибо выплавленная им есть ложь, и нет в нем духа. Это совершенная пустота, дело заблуждения. Во время посещения их они исчезнут, не такова, как их доля Иакова, ибо Бог Его есть Творец всего, и Израиль есть в жезлу наследия Его, и имя Его Господь Саваоф. Убирай с земли имущество Твое, имеющее сидеть в осаде, ибо так говорит Господь, вот я выброшу жителей сей земли на сей раз и загоню их в тесное место, чтобы схватили их. Горе мне в моем сокрушении, мучительно рана моя, но я говорю сам себе, подлинно это скорбь моя, и я буду нести ее. Шатер мой пустошен, и все веревки мои порваны, дети мои ушли от меня, и нет их. Некому уже раскинуть шатра моего, развесить ковров моих. Ибо пастыри сделались бессмысленными, и не искали Господа, и потому они и поступали безрассудно, и все стадо их рассеяно. Несется слух, вот он идет, и большой шум от страны северной, чтобы города иудеи сделать пустыню и жилищем шакалов. Знаю, Господи, что не в воле человека путь его, что не во власти идущего давать направление стопам своим. Наказывай меня, Господи, но по правде, не во гневе Твоем, чтобы не умолить меня, и злею ярость Твою на народы, которые не знают Тебя, и на племена, которые не призывают имени Твоего, ибо они съели Якова, пожрали его и истребили его, и жилища его опустошили. Глава 11. Слово, которое было к Иеремии от Господа. Слушайте слово завета сего, и скажите мужам Иуды и жителям Иерусалима, и скажи им, так говорит Господь Бог Израилев, проклят человек, который не послушает слов завета сего, который я заповедовал отцам вашим, когда вывел их из земли египетской, из железной печи, сказав, слушайтесь глаза моего, и делайте все, что я заповедую вам, и будете моим народом, и я буду вашим Богом, чтобы исполнить клятву, которую я клялся отцам вашим, дать им землю, текущую молоком и медом, как это ныне. И отвечал я, сказав, аминь, Господи. И сказал мне Господь, провозгласи все сии слова в городах Иуды и на улицах Иерусалима, и скажи, слушайте слова завета сего, и исполняйте их, ибо отцов ваших я увещевал постоянно с того дня, как вывел их из земли египетской до сего дня, увещевал их с раннего утра, говоря, слушайте глаза моего, но они не слушались, и не преклоняли ухо своего, а ходили каждый по упорству злого сердца своего, поэтому я навел на них все сказанное в завете си, которое я заповедовал им исполнять, а они не исполняли. И сказал мне Господь, есть заговор между мужами Иуды и жителями Иерусалима, они опять обратились к беззакониям про отцов своих, которые отреклись слушаться слов моих, и пошли во след чужих богов служаим. Дом Израиля и дом Иуды наручили завет мой, который я заключил с отцами их. Посему так говорит Господь, вот я наведу на них бедствие, от которого они не могут избавиться, и когда воззовут ко мне, не услышу их. Тогда города Иуды и жители Иерусалима пойдут и воззовут к богам, которым они кодят, но они нисколько не помогут им во время бедствия их. Ибо сколько у тебя городов, столько и богов у тебя, Иуда, и сколько улиц в Иерусалиме, столько вы наставили жертвенников по стыдному, жертвенников для граждения Ваалу. Ты же не проси за этот народ и не возноси за них молитвы и прошений, ибо я не услышу, когда они будут взывать ко мне в бедствии своем, что возлюбленному моему в доме моем, когда в нем совершаются многие непотребства, и священное мясо не помогут тебе, когда делая зло, ты радуешься. Деленеющую маслину, красующуюся приятными плодами, именовал тебя Господь, а ныне, при шуме сильного смятения, Он воспламенил огонь вокруг нее и сокрушились ветви ее. Господь Саваоф, который насадил тебя, изрек на тебя злое за зло дома Израилева и дома Иудина, которое они причинили себе тем, что подвигли меня на гнев к рождением Ваалу. Господь открыл мне, и я знаю, ты показал мне деяния их. А я, как круткий агнец, ведомый на заклание, и не знал, что они составляют замыслы против меня, говоря, положим ядовитое дерево в пищу его и отторгнем его от земли живых, чтобы имя его более не упоминалось. Но, Господи, Саваоф судья праведный, испытующий сердца и утробы, дай увидеть мне мщение твое над ними, ибо тебе вверил я дело мое. Посему так говорит Господь о мужах Анафофа, ищущих души твоей и говорящих, не пророчествуй во имя Господа, чтобы не умереть тебе от рук наших. Посему так говорит Господь Саваоф, вот я посещу их, юноши их умрут от меча, сыновья их и дочери их умрут от голода, и остатка не будет от них, ибо я наведу бедственным мужей Анафофа в год посещения их. Глава 12 Праведен будешь ты, Господи, если я стану судиться с тобою, и однако же буду говорить с тобою о правосудии. Почему путь нечестивых благоуспешен, и все вероломные благоденствуют? Ты насадил их, и они укоренились, выросли и приносят плод. В устах их ты близок, но далек от сердца их. А меня, Господи, ты знаешь, видишь меня и испытываешь сердце мое, каково оно к тебе. Отдели их, как овец на заклание, и приготовь их на день убиения. Долго ли будет световать земля и трава на всех полях сухнуть? Скот и птицы гибнут за нечестие жителей ее, ибо они говорят, он не увидит, что с нами будет. Если ты спешими бежал, и они утомили тебя, как же тебе состязаться с конями? И если в стране мирной ты был безопасен, то что будешь делать в наводнении Иордана? Ибо и братья твои, и дом отца твоего, и они вероломно поступают с тобою, и они кричат след тебя громким голосом, не верим, когда они говорят тебе и доброе. Я оставил дом мой, покинул удел мой, самое любезное для души моей отдал в руки врагов его. Удел мой сделался для меня, как лев в лесу. Возвесил на меня голос свой, зато я возненавидел его. Удел мой стал у меня, как разноцветная птица, на которую со всех сторон напали другие хищные птицы. Идите, собирайте все полевые звери, идите пожирать его. Множество пастухов испортили мой виноградник и стоптали ногами участок мой. Любимый участок мой сделали пустой степью, сделали его пустыню, и в запустении он плачет предо мною. Вся земля опустошена, потому что ни один человек не прилагает этого к сердцу. На все горы в пустыне пришли опустошители, ибо меч Господа пожирает все, от одного края земли до другого. Нет мира ни для какой плоти. Они сеяли пшеницу, пожирали терны, измучились и не получили никакой пользы. Постыдите же таких прибытков ваших по причине пламенного гнева Господа. Так говорит Господь обо всех злых моих соседях, нападающих на удел, которые я дал в наследие народу моему Израилю. Вот, я исторгну их из земли их, и дом Иудин исторгну из среды их. Но после того, как я исторгну их, снова возвращу и помилую их, и приведу каждого в удел его и каждого в землю его. И если они научатся путям народа моего, чтобы клясться именем моим, жив Господь, как они научили народ мой клясться ваалом, то водворятся среди народа моего. Если же не послушаются, то я искреню и совершенно истреблю такой народ, говорит Господь. Глава 13. Так сказал мне Господь, пойди купи себе льняной пояс и положи его на чересла твоей, но в воду не клади его. И купил я пояс по слову Господня и положил его на чересла мои. И было ко мне слово Господне в другой раз и сказано. Возьми пояс, который ты купил, который на череслах твоих, и встань, пойди к Ефрату и спрячь его там в расселении скалы. Я пошел и спрятал его у Ефрата, как повелел мне Господь. По прошествии же многих мне и сказал мне Господь, встань, пойди к Ефрату и возьми оттуда пояс, который я велел тебе спрятать там. И я пошел к Ефрату, выкопал и взял пояс из того места, где спрятал его. И вот пояс был испорчен и ни к чему стал негоден. И было ко мне слово Господне. Так, говорит Господь, так сокрушу я гордость Иуды и великую гордость Иерусалима. Этот негодный народ, который не хочет слушать слов моих, живет по упорству сердца своего и ходит во слетанных богов, чтобы служить ему, поклоняться им, будет как этот пояс, который ни к чему негоден. Ибо как пояс близко лежит через слам человека, так я приблизил к себе весь дом Израилев, весь дом Иудин. Говорит Господь, чтобы они были моим народом и моей славой, хвалой и украшением, но они не послушались. Посему скажи им слово это. Так, говорит Господь, Бог Израилев, всякий винный мех наполняется вином. Они скажут тебе, разве мы не знаем, что всякий винный мех наполняется вином? А ты скажи им, так, говорит Господь, вот я наполню вином до опьянения всех жителей этой земли и царестей, сидящих на престоле Давида, и священников, и пророков, и всех жителей Иерусалима, и сокрушу их друг от друга, и отцов, и сыновей вместе, говорит Господь, не пощажу и не помилую, и не пожалею, и истребите их, слушайте, внимайте, не будьте горды, ибо Господь говорит, воздайте славу Господу, Богу вашему, доколе он еще не навел темноты, и доколе еще ноги ваши не спотыкаются на горах мрака, тогда вы будете ожидать света, а он обратит его в тени смерти и сделает тьмою. Если же вы не послушаетесь его и душа моя в сокровенных местах будет оплакивать гордость вашу, будет плакать горько, и глаза мои будут оздеваться в слезах, потому что стадо Господне отведено будет в плен, скажи царю и царице, смиритесь, сядьте пониже, что ибо упал с головы вашей венец славы вашей, южные города заперты, и некому отворять их, Иуда весь отводится в плен, отводится в плен весь совершенно, поднимите глаза ваши и посмотрите на идущих с севера, где стадо, которое дано было тебе, прекрасное стадо твое, что скажешь, дочь Сиона, когда он посидит тебя, ты сама приучила их начальствовать над тобой, не схватит ли тебя боли, как рождающую женщину, и если скажешь в сердце твоем, за что постигло меня это, за множество беззаконий твоих открыт подол у тебя и обнажены пяты твои, может ли эфиатлянин переменить кожу свою и барс пятна свои, так и вы можете ли делать добро, привыкши делать злое, поэтому развею их, как прах, разносимый ветром пустынным, вот жребий твой, отмеренная тебе от меня часть, говорит Господь, потому что ты избрала меня и надеялась на ложь, ой, потому что ты забыла меня и надеялась на ложь, зато будет поднят подол твой на лице твое, чтобы открылся срам твой, видел я прелюбодействие твое и неистовое похотение твои непотребства и твои мерзости на холмах и в поле, горе тебе, Иерусалим, ты и после сего не очистишься, доколишь? Глава 14, слово Господа, которое было к Еремии по случаю без дождя, плачет Иуда, ворота его распались, почернели на земле и вопль поднимается в Иерусалиме, вельможи посылают слух своих за водою, они приходят к колодезям и не находят воды, возвращаются с пустыми сосудами, пристыженные, смущенные, они покрывают свои головы, так как почва растрескалась от того, что не было дождя на землю, то и земледельцы в смущении и покрывают свои головы, даже Илань рождает на поле и оставляет детей, потому что нет травы, и дикие ослы стоят на возвышенных местах и глотают под омаршкалом воздух, глаза их потускнели, потому что нет травы, хотя беззаконие наши свидетельствуют против нас, но Ты, Господи, твори с нами ради имени Твоего, отступничество наше велико, согрешили мы пред Тобою, надежда Израиля, спаситель его во время скорби, для чего Ты, как чужой, в этой земле, как прохожий, который зашел переночевать, для чего Ты, как человек изумленный, как сильный, не имеющий силы спасти, и однако же Ты, Господи, посреди нас, и Твое имя наречено над нами, не оставляй нас, так говорит Господь народу сему, за то, что они любят бродить и не удерживают ног своих, за то, что Господь, за то Господь не благоволит к ним, припоминает иные беззакония их и наказывает грехи их, и сказал мне Господь, Ты не молись о народе всем во благо ему, если они будут поститься, я не услышу вопля их, и если вознесут все сожжения и дар, не приму их, но мечом и голодом, и моровую язву истреблю их. Тогда сказал я, Господи, Боже, вот пророки говорят им, не увидите меча, и голода не будет у вас, но постоянный мир дам вам на всем месте. И сказал мне Господь, пророки, пророчествует ложное именем Маим, я не посылал их, и не давал им повеления, и не говорил их, они возвещают вам видение лживое, и гадание, и пустое, и мечты сердца своего. Поэтому, так говорит Господь о пророках, они пророчествуют именем Моим, а я не посылал их, они говорят, меча и голода не будет на всей земле, мечом и голодом будут истреблены эти пророки. И народ, которому они пророчествуют, разбросан будет по улицам Иерусалима от голода и меча, и некому будет хоронить их, они и жены их, и сыновья их, и дочери их, и я и залью на них зло их. И скажи им слово сие, да льются из глаз моих слезы ночь и день, и да не перестают. Ибо великим поражением поражена Дева, дочь народа моего, тяжким ударом. Выхожу я на поле, и вот убитый мечом вхожу в город, и вот истревающий от голода. Даже и пророк, и священник бродят по земле бессознательно. Разве ты совсем отверг Иуду? Разве ты душе твоей опротивился ли он? Для чего поразил нас так, что нет нам исцеления? Ждем мира, и ничего доброго нет. Ждем времени исцеления и вот ужасы. Сознаем, Господи, нечестие наше, беззаконие отцов наших, ибо согрешили мы пред тобой. Не отринь нас ради имени твоего, не унижай престола славы твоей. Вспомни, не разрушай заветы твоего с нами. Есть ли между суетными богами языческими производящие дождь? Или может ли небо само собой подавать ливень? Не ты ли это, Господи Божий наш, на тебя надеемся, ибо ты творишь все это? Глава 15. И сказал мне Господь, хотя вы предстали пред лицо моего Моисея и Самуил, душа моя не приконится к народу сему, отгони их от лица моего, пусть они отойдут. Если же скажут тебе, куда нам идти, то скажи им, так говорит Господь, кто обречен на смерть, иди на смерть, и кто под меч, под меч, и кто наголок, наголок, и кто в плен, в плен, и прошел на них четыре рода казней, говорит Господь, меч, чтобы убивать, и псов, чтобы терзать, и птиц небесных, и зверей полевых, чтобы пожирать и истреблять. И отдам их на озлобление всем царством земли на Заманасию, сына Иезекии, царя Иудейского, за то, что он сделал в Иерусалиме, ибо кто пожалеет о тебе, Иерусалим, и кто окажется страдания к тебе, и кто зайдет к тебе спросить о твоем благосостоянии, ты оставил меня, говорит Господь, отступил назад, поэтому я просту на тебя руку мою и погублю тебя, я устал миловать, я развиваю их веялом за ворота земли, лишаю их детей, гублю народ мой, но они не возвращаются с путей своих, вдов их у меня более, нежели песку в море, наведу на них, на мать юноши, опустошителя в полдень, нападет на них внезапно страх и ужас, лежит в неможении, родившая семерых, испускает дыхание свое, еще днем закатило солнце ее, она постыжена и посырлена, и остаток их придам мечу пред глазами врагов, как говорит Господь, горе мне мать моя, что ты родила меня человеком, который спорит и ссорится со всею землею, никому не давал я в рост, и мне никто не давал в рост, а все проклинают меня, Господь сказал, конец твой будет хорош, и я заставлю врага поступать с тобой хорошо, во время бедствия и во время скорби, может ли железо сокрушить, железо северное иметь, ищь имущество твое и сокровища твои, отдам на расхищение, бесплатные за все грехи твои, во всех пределах твоих, и отправлю с врагами твоими в землю, которые ты не знаешь, ибо огонь возгорелся во гневе моем, будет пылать на вас, о Господи, ты знаешь все, вспомни обо мне и посети меня, и отмсти за меня гонителем моим, не погуби меня по долгоцепению твоему, ты знаешь, что ради тебя несу я поругание, обретены слова твои, и я съел их, было слово твое мне в радость, и в веселье сердца моего, ибо имя твое наречено на мне, Господи Божий Саваоф, не сидел я в собрании смеющихся, и не веселился, подтяготеющую на мне рукою твоею, я сидел одиноко, но ты исполнил меня негодование, за что так упорно болезнь моя, и рана моя так не исцельна, что отвергает врачевание, неужели ты будешь для меня, как бы обманчивым источником, неверную водою, на сие так сказал Господь, если ты обратишься, то я выставлю тебя, и будешь предстоять пред лицем моим, и если извлечешь драгоценное из ничтожного, то будешь как мои уста, они сами будут обращаться к тебе, а не ты будешь обращаться к ним, и сделаю тебя для этого народа крепкую медную стеною, и они будут ратовать против тебя, но не одолеют тебя, ибо я с тобою, чтобы спасать и избавлять тебя, говорит Господь, и спасу тебя от руки злых, и избавлю тебя от руки притеснителей, глава 16, И было ко мне слово Господне, не бери себе жены, и пусть не будет у тебя ни сыновей, ни дочерей на месте семь, ибо так говорит Господь о сыновьях и дочерях, которые родятся на месте семь, и о матерях, которые родят их, и об отцах, которые произведут их на сей земле, тяжкими семертями умрут они, и не будут ни оплаканы, ни похоронены, будут навозом на поверхности земли, мечом и голодом будут истреблены, и трупы их будут пищу птицам небесным и зверям земным, ибо так говорит Господь, не входи в дом сетующих, и не ходи плакать и жалеть с ними, ибо я отнял от этого народа, говорит Господь, мир мой и милость и сожаление, и умрут великие и малые на всей земле, и не будут погребены, и не будут оплакать их, не терзать себя, не стричься ради них, и не будут преломлять для них хлеб печали, в утешение об умерших, и не попадут им чаши утешения, и не подадут им чаши утешения, чтобы пить по отце их и матери их, не ходи также и в дом пиршества, чтобы сидеть с ними, есть и пить, ибо так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев, я прекращу на месте семь в глазах ваших, и на все дни ваши голос радости, голос веселья, голос жениха и голос невесты, когда ты перескажешь народу сему все эти слова, и они скажут тебе, за что изрек на нас Господь все это великое бедствие, и какая наша неправда, и какой наш грех, которым согрешили мы перед Господом Богом нашим, тогда скажи им, за то, что отцы ваши оставили меня, говорит Господь, и пошли во след иных богов, и служили им, и поклонялись им, а меня оставили, и законы моего не хранили, а вы поступаете еще хуже отцов ваших, и живете каждый по упорству злого сердца своего, чтобы не слушать меня, за это выброшу вас из земли сей в землю, которые не знали ни вы, ни отцы ваши, и там будет служить иным богам день и ночь, ибо я не окажу вам милосердия, посему вот приходят дни, говорит Господь, когда не будут уже говорить, жив Господь, который вывел сынов Израилевых из земли египетской, но жив Господь, который вывел сынов Израилевых из земли северной, из всех земель, в которые изгнал их, ибо возвращу их в землю их, которую я дал отцам их. Вот я пошлю множество рыболов, говорит Господь, и будут ловить их, а потом пошлю множество охотников, и они погонят их со всякой горы, и со всякого холма, и из ущелья и скал, ибо очи мои на всех путях их, они не скрыты от лица моего, и неправда их не сокрыта от очей моих, и воздам им прежде всего за неправду их, и за сугубо грех их, потому что оскорнили землю мою трупами гнусных своих и мерзостями своими наполнили наследие мое. Господи, сила моя и крепость моя, и прибежище мое в день скорби, к тебе придут народы от краев земли и скажут, только ложь наследовали наши отцы, пустоту и то, в чем никакой нет пользы. Может ли человек сделать себе богов, которые, впрочем, не боги? Посему вот я покажу им ныне, покажу им руку мою и могущество мое, и узнаю, что имя мое Господь. Глава 17. Грех Иуды написан железным резцом, азмал, алмазным острием, начертан на скрижале сердца их и на рогах жертвенников их. Как о сыновьях своих, воспоминают они о жертвенниках своих и дубравах своих у зеленых дерев на высоких холмах. Гору мою в поле, имущество твое и все сокровища твое отдам на расхищение, и все высоты твои, загрехи во всех пределах твоих. И ты через себя лишишься наследия твоего, которое я дал тебе, и отдам тебе в рабство врагам твоим в землю, которые ты не знаешь, потому что вы воспламенили огонь гнева моего. Он будет гореть вовеки. Так говорит Господь, проклят человек, который надеется на человека, и плоть делает свою опору, и которого сердце удаляется от Господа. Он будет, как верить в пустыне, и не увидит, когда придет добрая, и поселится в местах знойных степи, на земле бесплодной, необитаемой. Благословен человек, который надеется на Господа, и которого упование Господь. Ибо он будет, как дерево, посаженное при водах, и пускающее корни у своего потока. Не знает оно, когда приходит зной, листь его зелен, и во время засухи оно не боится, и не перестает приносить плод. Лукаво сердце человеческое, более всего, и крайне испорчено. Кто узнает его? Я, Господь, проникаю в сердце и испытываю внутренности, чтобы воздать каждому по пути его, и по плодам дел его. Куропатка садится на яйца, которых не несла, таков приобретающий богатство неправдою. Он оставит его на половине дней своих, и глупцом останется при конце своем. Престол славы, возвышенный от начала, есть место освящения нашего. Ты, Господи, надежда Израилева, все оставляющие Тебя посрамятся. Отступающие от меня будут написаны на прахе, потому что оставили Господа, источник воды живой. Исцели меня, Господи, исцелен буду. Спаси меня, и спасен буду, и ты хвала моя. Вот они говорят мне, где Слово Господне? Пусть оно придет. Я не спешил быть пастырем у тебя, и не желал бедственного дня. Ты это знаешь, что вышло из уст моих, открыто перед лицом твоим. Не будь страшен для меня, ты надежда моя в день бедствия. Пусть постыдятся гонители мои, а я не буду постыжен. Пусть они вострепещут, а я буду бестрепетен. Наведи на них день бедствия и сокруши их с сугубым сокрушением. Так сказал мне Господь, пойди и встань в воротах сынов народа, которыми входят цари иудейские, которыми они выходят, и во всех воротах иерусалимских. И говори им, слушайте слово Господне, цари иудейские, и все иудеи, все жители Иерусалима, входящие с ними воротами. Так говорит Господь, берегите души свои, и не носите нож в день субботний, и не вносите их в воротами иерусалимскими, И не выносите нож из домов ваших в день субботний, и не занимайтесь никакой работой, но светите день субботний так, как я заповедала отцам ваших, которые, впрочем, не послушались и не преклонили ухо своего, но сделали жестоковыйными, чтобы не слушать и не принимать наставления. И если вы послушаете меня в том, говорит Господь, чтобы не носить нож воротами сего города в день субботний, и чтобы светить субботы, не занимаясь этот день никакой работой, то воротами сего города будут входить цари и князья, сидящие на престоле Давида, ездящие на колесницах и на конях. Они и князья их, иудеи, и жители Иерусалима, и город сей будет обитаем вечно, и будут приходить из городов иудейских, и из окрестностей Иерусалима, и из всей земли Вениаминовой, и с равниной, и с гор, и с юга, и приносить все сожжения и жертву, и хлебное приношение, и ливан, и благодарственные жертвы в дом Господень. А если не послушаете меня в том, чтобы светить день субботний, и не носить нож, входя в ворота Иерусалима в день субботний, то зажгу огонь в воротах его, и он пожрет чертоги Иерусалима, и не погаснет. Глава 18. Слово, которое было в Киеремии от Господа. Встань и сойди в дом горшечника, и там я возвещу тебе слова мои. И сошел я в дом горшечника, и вот он работал, работу свою накружали, и сосуд, который горшечник делал из глины, развалился в руке его, и он снова сделал из него другой сосуд, который горшечнику вздумалось сделать. И было слово Господне ко мне. Не могу ли я поступить с вами, дом Израилев, подобно горшечнику этому? Говорит Господь. Вот что глина в руке горшечника, то вы в моей руке, дом Израилев. И так скажи мужам Иуды и жителям Иерусалима. Так говорит Господь. Вот я готовлю вам зло и замышляю против вас. И так обратитесь к каждому злому пути своего и исправьте пути ваши и поступки ваши. Но они говорят. Не надейся. Мы будем жить по своим помыслам и будем поступать каждый по упорству злого сердца своего. Посему так говорит Господь. Спросите между народами, слыхал ли кто подобное этому? Крайне гнусные дела совершила Дева Израилева. Оставляет ли с них Ливанский скалу горы? И иссякает ли из других мест текущие холодные воды? А народ мой оставил меня. Они годят суетным. Споткнулись на путях своих. Оставили пути древние, чтобы ходить по стезям пути непроложенного. Чтобы сделать землю свою ужасом, всегдашним посмеянием. Так что каждый, проходящий по ней, изумится и покачает головой своей. Как восточным ветром развеют перед лицом врага, спиною они лицом обращают к ним в день бедствия их. А они сказали. Придите. Составим замысел против Иеремии. Ибо не исчез же закон у священника и у совету мудрого и слова у пророка. Придите. Срази его языком и не будем внимать словам его. Внимни мне, Господи. И услышь голос моих противников. Должно ли воздавать злом за добро? За добро они роют яму душе моей. Вспомни, что я стою перед лицом твоим, чтобы говорить за них добро, и чтобы отвратить от них гнев твой. И так предай сыновей их голоду и подвергни их мечу. Да будут жены их бездетными и вдовами, и мужья их добудут пораженную смертью, и юноши их умерщены мечом на войне. Да будет слышен вопль из домов их, когда приведешь на них полки внезапно. Ибо они роют яму, чтобы поймать меня, и тайно расставили сети для ног моих. Но ты, Господи, знаешь все замыслы их против меня, чтобы умертвить меня. Не прости неправды их и греха их не изгладь перед лицом твоим. Да будут они неизвержены пред тобою. Поступи с ними во время гнева твоего. Глава девятнадцатая. Так сказал Господь, пойди и купи глиняный кувшин у горшочника, и возьми с собой старейших из народа и старейших священнических, и выйди в долину сыновей Еномовых, которые у ворот харшивы, и провозгласи там слова, которые скажу тебе. И скажи, слушайте слово Господне, цари иудейские, и жители Иерусалима. Так говорит Господь Савалов, Бог Израилев. Вот я наведу бедствие на место сие, о котором кто услышит, у того зазвенит в ушах. За то, что они оставили меня, и чужим же сделали место сие, и кодят на нем иным богам, которых не знали ни они, ни отцы их, ни цари иудейские, наполнили место сие кровью невинных. И устроили высоты Вааву, чтобы сожигать сыновей своих, а днем сожжение Вааву, чего я не повелевал и не говорил, и что на мысли не приходило мне. За то вот приходят дни, говорит Господь, когда место сие не будет более называться тафетом или долиной сыновей иномовых, но долиной убиения. И уничтожу совет Иуды и Иерусалима на месте сем, и сражу их мечом пред лицом врагов их, и рукою ищущих души их, и отдам трупы их в пищу птицам небесным и зверям земным. И сделаю город сей ужасом и посмеянием, каждый проходящий через него изумится и посвищет, смотря на все язвы его. И накормлю их плотью сыновей их и плотью дочерей их, и будет каждый есть плоть своего ближнего, находясь в осаде и тесноте, когда стеснят их враги их и ищущие души их. И разбей кувшин пред глазами тех мужей, которые придут с тобою, и скажи им, так говорит Господь Саваоф, так сокрушу я народ сей и город сей, как сокрушен горшечников сосуд, который уже не может быть восстановлен, и будут хоронить их в тафете по недостатку места для погребения. Так поступлю с места всем, говорит Господь, и с жителями его, и город сей сделаю подобную тафету. И домы Иерусалима, и домы царей иудейских будут, как место тафет, нечистыми, потому что на кровлях всех домов кодят всему воинству небесному и совершают возлияние богам чужим. И пришел Иеремия с тафета, куда Господь посылал его пророчествовать, и стал на дворе дома Господни и сказал всему народу, так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев, вот я наведу на город сей и на все города его все то бедствие, которое изрек на него, потому что они жестоковыны и не слушают слов моих. Глава 20. Глава 21. 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 Глава 22. Глава 22. Глава 22. Глава 22. Глава 22. Глава 22. Глава 21. Глава 22. Глава 22. Глава 22. И поклонялись иным богам и служили им. Не плачьте об умершем и не жалейте о нем, но, горько, плачьте об отходящем в плен, ибо он уже не возвратится и не увидит родной страны своей. Ибо так говорит Господь о Соломе, сыне Иосии, царе Иудейском, который царствовал после отца своего Иосии и который вышел из всего места, он уже не возвратится сюда, но умрет в том месте, куда отвели его пленным и более не увидит земли сей. Горе тому, кто строит дом свой неправдой и горницы своей беззаконием, кто заставляет ближнего своего работать даром и не отдает ему платы его, кто, говорит, построит себе дом обширный и горницы просторной, и прорубает себе окна, и обшивает кедром, и красит красную краской, думаешь ли ты быть царем, потому что заключил себя в кедр? Отец твой ел и пил, но производил суд и правду, и потому ему было хорошо. Он разбирал дело бедного и нищего, и потому ему хорошо было. Не это ли значит знать меня, говорит Господь, но глаза твои и сердце твои обращены только к твоей корысти и к пролитию невинной крови, к тому, чтобы делать притеснение насилия? Посему так говорит Господь об Иакиме Синеосии, царе Иудейском. Не будут оплакивать его, увы, брат мой, и увы, сестра. Не будут оплакивать его, увы, государь, и увы, его величие. Ослиным погребением будет он погребен. Вытащат его и бросят далеко за ворота Иерусалима. Взойди на Ливан и кричи, и на васане возвысь голос твой, и кричи свариво, ибо сокрушены все друзья твои. Я говорил тебе во время благоденствия твоего, но ты сказал, не послушая. Таково было поведение твое в самой юности твоей, что ты не слушал голоса моего. Всех пастырей твоей унесет ветер, и друзья твои пойдут в плен, и тогда ты будешь постыжен и посрамлен за все злодеяния твои. Живущий на Ливане, гнездящийся на кедрах, как жало будешь ты, когда постигнут тебя муки, как боли женщины в родах. Живу я, сказал Господь, ибо если бы и Ихония, сын Иоакима, царь Иудейский, был перстнем на правой руке моей, то и отсюда я сорву тебя, и отдам тебя в руки ищущих души твоей, и в руки тех, которых ты боишься, в руки Новоходоносора, царя Вавилонского, и в руки халдеев, и выброшу тебя и твою мать, которая родила тебя, в чужую страну, где вы не родились, и там умрете, а в землю, куда душа их будет желать возвратиться, туда не возвратятся. Неужели этот человек и Ихония есть в создании презренной и отверженной, или он сосуд непотребный? За что они выброшены? Он и племя его брошены в страну, которую не знали. О, земля, 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 слушай слово Господне. Так говорит Господь, запишите человека с его лишенным детей, человеком злополучным в одни свои, потому что никто уже из племени его не будет сидеть на престоле Давидовом и владычествовать в Иудеи. Глава 23. Горе пастырям, которые губят и разгоняют овец пасту моей, говорит Господь. Посему так, говорит Господь Бог Израилев, пастырям, пасущим народ мой, вы рассеяли овец моих и разогнали их, и не смотрели за ними. Вот я накажу вас за злые деяния ваши, говорит Господь, и соберу остаток стада моего из тех стран, куда я изгнал их, и возвращу их во дворы, и будут плодиться и размножаться, и поставлю над ними пастырей, которые будут пасти их, и они уже не будут бояться и пугаться, и не будут теряться, говорит Господь. Вот наступают дни, говорит Господь, и восставлю Давиду отрасль праведную, и воцарится царь, и будет поступать мудро, и будет производить суд и правду на земле. Во дни его Иуда спасется, и Израиль будет жить безопасно. И вот имя его, которым будут называть его, Господь оправдание наше. Посему вот наступают дни, говорит Господь, когда уже не будут говорить, жив Господь, который вывел сынов Израилевых из земли египетской, но жив Господь, который вывел и который привел племя дома Израилева из земли северной, и из всех земель, куда я изгнал их, и будут жить на земле своей. О пророках. Сердце мое во мне раздирается, все кости мои сотрясаются. Я как пьяный, как человек, которого одолело вино, ради Господа и ради святых слов его, потому что земля наполнена прелюбодеяниями, потому что плачет земля от проклятия. Засохли пастбище, пустыни и стремление их зло, и сила их неправда, ибо и пророк и священник лицемеры. Даже в доме моем я нашел нечестие их, говорит Господь. Зато путь их будет для них, как скользкие места в темноте. Их толкнут, и они упадут там, ибо я наведу на них бедствие. Год посещения их, говорит Господь. И в пророках Самарии я видел безумие. Они пророчествовали именем Ваала и ввели в возблуждение народную Израиля. Но в пророках Иерусалима вижу ужасное. Они прелюбодействуют и ходят во лжи. Поддерживают руки злодеев, чтобы никто не обращался от своего нечестия. Все они передо мною, как Содом, и жители его, как Гамора. Посему так говорит Господь Самарии о пророках. Вот я накормлю их полынью и напою их водой с желчью, ибо от пророков иерусалимских нечестие распространилось на всю землю. Так говорит Господь Самарии. Не слушайте слов пророков, пророчествующих вам. Они обманывают вас, рассказывают мечты сердца своего, а не отпуст Господних. Они постоянно говорят пренебрегающим меня. Господь сказал, мир будет у вас. И всякому поступающему по упорству своего сердца говорят, не придет на вас беда. Ибо кто стоял в совете Господа и видел и слышал слово его? Кто внимал слово его и услышал? Вот идет буря Господня с яростью, буря грозная, и падет на главу нечестивых. Гнев Господа не отвратится. Доколе он не совершит и доколе не выполнит намерение сердца своего, в последующие дни вы ясно уразумеете это. Я не посылал пророков всех, а они сами побежали. Я не говорил им, а они пророчествовали. Если бы они стояли в моем совете, то объявили бы народу моему слова мои. И отводили бы их от злого пути их и от злых дел их. Разве я, Бог только вблизи, говорит Господь, а не Бог и вдали? Может ли человек скрыться в тайное место, где я не видел бы его, говорит Господь? Не наполню ли я небо и землю, говорит Господь? Я слышал, что говорят пророки моим именем пророчествующие ложь. Они говорят, мне снилось, мне снилось. Долго ли это будет сердце пророков, пророчествующих ложь, пророчествующих обман своего сердца? Думают ли они довести народ мой до забвения имени моего посредством снов своих, которые они пересказывают друг другу, как отцы их забыли имя мое из-за вала? Пророк, который видел сон, пусть и рассказывает его, как сон. А у которого мое слово, то пусть говорит слово мое верно. Что общего у Мекина с чистым зерном, говорит Господь? Слово мое не подумно ли огню, говорит Господь, и не подумно ли молоту, разбивающему скалу? Посему вот я на пророков, говорит Господь, которые крадут слова мои друг у друга. Вот я на пророков, говорит Господь, которые действуют своим языком, а говорят, он сказал. Вот я на пророков ложных снов, говорит Господь, которые рассказывают и вводят народ мое заблуждение своими обманами и обольщением, тогда как я не посылал их и не повелевал им, И они никакой пользы не приносят народу всему, говорит Господь. Если спросят у тебя народ, или пророк, или священник, какое бремя от Господа, то скажи им, какое бремя? Я покину вас, говорит Господь. Если пророк, или священник, или народ скажет, бремя от Господа, я накажу того человека и дом его. Так говорите друг другу и брату. Что ответил Господь? Или что сказал Господь? А этого слова, бремя от Господа, впредь не употребляйте, ибо бременем будет такому человеку слово его, потому что вы извращаете слова живаго Бога, Господа Своофа, Бога нашего. Так, говори пророку, что ответил тебе Господь или что сказал Господь. А если вы еще будете говорить бремя от Господа, то так говорит Господь, за то, что вы говорите слово сие бремя от Господа, тогда, как я послал сказать вам, не говорите бремя от Господа, за то, вот я забуду вас вовсе и оставлю вас, и город сей, который я дал вам и отцам вашим, отвергну от лица моего и положу на вас поношение вечное и бесславие вечное, которое не забудется. Глава 24. Господь показал мне. И сказал мне Господь, что видишь ты, Иеремия? Я сказал, смокну, смоквы хорошие, весьма хорошие, а худые, весьма худые, так что их нельзя есть, потому что они очень нехороши. И было ко мне слово Господне, так говорит Господь Бог Израилев. Подобно этим смоквам хорошим, я признаю хорошими переселенцев иудейских, которых я послал из сего места в землю халдейскую, и обращу на них очи мои во благо им, и возвращу их в землю сию, и устрою их, а не разорю, и насажду их, а не искореню, и дам им сердце, чтобы знать меня, что я Господь, и они будут моим народом, и я буду их Богом. Ибо они обратятся ко мне всем сердцем своим, а о худых смоквах, которых и есть нельзя по негодности их, так говорит Господь, таким я сделаю Сидекию, царя иудейского, и князей его, и прочих иерусалимлин, остающихся в земле сей, и живущих в земле египетской, и отдам их на озлобление и на злострадание во всех царствах земных, в поругание, в притчу, в посмеяние и проклятие во всех местах, куда я изгоню их. И пошлю на них меч, голод и моровую язву, доколе не истреблю их с земли, которую я дал им и отцам их. Глава 25. Слово, которое было к Иеремии о всем народе иудейском. Четвертый год Иоакима, сына Иосии, царя иудейского. Это был первый год на выхода носора царя Вавилонского, и которое пророк Иеремия произнес ко всему народу иудейскому, и ко всем жителям Иерусалима, и сказал. От 13-го года Иосии, царя Омонова, царя иудейского, до сего дня, вот уже 23 года, было ко мне слово Господне, и я с раннего утра говорил вам, и вы не слушали. Господь посылал к вам всех крабов своих пророков, с раннего утра посылал, и вы не слушали, и не преклоняли ухо своего, чтобы слушать. Вам говорили, обратитесь каждый от злого пути своего и от злых дел своих, и живите на земле, которую Господь дал вам и отцам вашим, азвяков век. И не ходите во следственных богов, чтобы служить им и поклоняться им, и не прогневняйте меня делами рук своих, и не сделаю вам зла. Но вы не слушали меня, говорит Господь, прогневляя меня делами рук своих на зло себе. Посему так, говорит Господь Саваоф, за то, что вы не слушали слов моих. Вот я пошлю и возьму все племена северные, говорит Господь, и пошлю к новому худоносу, царю Вавилонскому, рабу моему, и приведу их на землю сию, и на жителей ее, и на все окрестные народы, и совершенно истреблю их, и сделаю их ужасом, и посмеянием, и вечным запустением. И прекращу у них голос радости, и голос веселья, и голос жениха, и голос невесты, и звук жернова, и свет светильника. И вся земля эта будет пустынью и ужасом, и народы сии будут служить царю Вавилонскому 70 лет. И будет, когда исполнится 70 лет, накажу царя Вавилонского, и тот народ, говорит Господь, за их нечестие и землю халдейскую, и сделаю ее вечной пустыней. И совершу над той землей все слова мои, которые я произнес на нее, все написанное в всей книге, что Еревия пророчески илрек на все народы. Ибо и их поработят многочисленные народы, и цари великие, и я вознам им по их поступкам и по делам рук их. Ибо так сказал мне Господь Бог Израилев, возьми из руки моей чашу сию свином ярости, и напой из нее все народы, которым я посылаю тебя. И они выпьют и будут шататься, и безумеют при виде меча, который я пошлю на них. И я взял чашу из руки Господней, и напоил из нее все народы, которым послал меня Господь. Иерусалим, и города иудейские, и цари его, и князей его, чтобы опустошить их и сделать ужасом по смеяниям, проклятиям, как это видно ныне, фараона, царя египетского, и слух его, и князей его, и весь народ его, и весь смешанный народ, и всех царей земли Уца, и всех царей земли Филистинской, и Аскалон, и Газу, и Экрон, и остатки Азота, и Едома, Моава, и сыновей Омоновых, и всех царей Тира, и всех царей Сидона, и всех царей островов, которые за морем, Дидана, и Фему, и Буза, и всех стребущих волосы на лесках, и всех царей Аравии, и всех царей народов разноплеменных, живущих в пустыне, и всех царей Зимри, и всех царей Елама, и всех царей Мидии, и всех царей Севера, близких друг к другу, и Дарих, и все царства земные, которые на лице земли, а царь Сесаха выпьет после них. И скажи им, так говорит Господь Саваоф, Бог Израиль, пейте, опьяните, и изрыгните, и падите, и не вставайте при виде меча, который я пошлю на вас. Если же они будут отказываться брать чашу из руки твоей, чтобы пить, то скажи им, так говорит Господь Саваоф, вы непременно будете пить. Ибо вот на горах сей, на котором наречено имя мое, я начинаю наводить бедствие, и вы ли останетесь ненаказанными? Нет, не остановитесь, не останетесь ненаказанными, ибо я призываю меч на всех живущих на земле, говорит Господь Саваоф. Посему прореки на них все слова сей, и скажи им, Господь возгремит с высоты, и из жилища святыми свои подаст глаз свой. Страшно возгремит население свое, как топчущее вточили, и воскликнет на всех живущих на земле. Шум дойдет до концов земли, ибо у Господа состязание с народами, и он будет судиться со всякой плотью. Нечестивых он придаст мечу, говорит Господь. Так говорит Господь Саваоф, вот бедствие пойдет от народа к народу, и большой вихрь поднимется от краю земли, и будут пораженные Господом в тот день от конца земли до конца земли, не будут оплаканы и не будут прибраны и похоронены, навозом будут на лице земли. «Рыдайте, пастыри, истинайте, и посыпайте себя прахом вожди стада, ибо наполнились дни ваши для заклания и рассеяния ваше, и пойдете, как дорогой сосуд. И не будет убежища пастырем и спасения вождям стада. Слышен вопль пастырей и рыдания вождей стада, ибо опустошил Господь пажитий. Истребляются мирные селения от ярости гнева Господне, и оставил жилище свое, как лев, и земля их сделала с пустынью от ярости опустошителя и от пламенного гнева его». Глава 26. В начале царствования Иоакима, сына Иосии, царя Иудейского, было такое слово от Господа. «Так говорит Господь, стань на дворе дома Господне и скажи, если вы не послушаетесь меня в том, чтобы поступать по закону моему, который есть, чтобы внимать словам рабов моих пророков, и пророки, и весь народ слушали Иеремию, когда он говорил все слова в доме Господнем. И когда Иеремия сказал все, что Господь повелел ему сказать всему народу, тогда схватили его священники и пророки, и весь народ, и сказали, ты должен умереть. Зачем ты пророчествуешь именем Господа и говоришь, «И дом сей будет, как селон, и город сей пустеет, останется без жителей». И собрался весь народ против Иеремии в доме Господнем. Когда услышали об этом князья Иудейские, то пришли дома царя к дому Господню и сели у входа в новые ворота дома Господня. Тогда священники и пророки сказали о князьям и всему народу. Смертный приговор этому человеку, потому что он пророчествует против города сего, как вы слышали своими ушами. И сказал Иеремию всем князьям и всему народу, «Господь послал меня пророчествовать против дома сего и против города сего все те слова, которые вы слышали. Итак, исправьте пути ваши и деяния ваши, и послушайтесь глаза Господа Бога вашего, и Господь отменит бедствие, которое изрек на вас. А что до меня, вот я в ваших руках, делайте со мною, что в глазах ваших покажется хорошим и справедливым. Только твердо знайте, что если вы умертвите меня, то невинную кровь вы сложите на себя и на город сей, и на жителей его. Ибо истинно Господь послал меня к вам сказать все эти слова в уши ваши. Тогда князья и весь народ сказали священникам и пророкам, «Этот человек не подлежит смертному приговору, потому что он говорил нам от имени Господа Бога нашего». И старейшим земли встали некоторые и сказали ко всему народному собранию. Михей Моросфитянин пророчествовал в одни языки и царя иудейского и сказал всему народу иудейскому, так говорит Господь Саваоф, «Сион будет вспахан, как поле Иерусалим, сделается грудой развалин и городома с его лесистым холмом. Умертвили ли его за это языки и царя иудейские весь Иуда? Не убоялся ли он Господа и не умолял ли Господа? И Господь отменил бедствие, которое взрек на них. А мы хотим сделать большое зло душам нашим». Пророчествовал также имеющим именем Господа некто Урия, сын Шимаи из Киреофарима и пророчествовал против города сего и против земли сей точно такими же словами, как Киремия. Когда услышал слова его царь Иоаким и все вельможи его и все князья, то искал царь умертвить его. Услышав об этом, Урия убоялся и убежал и удалился в Египет. Но царь Иоаким и в Египет послал людей, Елеофана, сына Ахборова и других с ними, и вывели Урию из Египта и привели его к царю Иоакиму. И он умертвил его мечом и бросил труп его, где были простонародные гробницы. Но рука Ахикама, сына Сафанова, была за Иеремию, чтобы не отдавать его в руки народа на убиение. Глава 27. В начале царствования Иоакима, сына Иосии, царя Иудейского, было слово сие к Иеремии от Господа. Так сказал мне Господь, сделай себе узы и ярмо и возложи их себе на выю. И пошли такие же к царю Иоидумейскому, и к царю Моавицкому, и к царю сыновей Омоновых, и к царю Тира, и к царю Сидона через послов, пришедших в Иерусалим, к Сидеке и царю Иудейскому, и накажи им сказать государям их. Так говорит Господь, слава Бога, Израилев. Так скажите государям вашим. «Я сотворил землю человека и животных, которые на лице земли, великим могуществом моим, и простертую мышцу моей, и отдал ее, кому мне благоугодно было. И ныне я отдаю всю землю Сии, все земли Сии, в руку Новоходоносора, царя Вавилонского, раба моего, и даже зверей полевых отдаю ему на служение. И все народы будут служить ему и сыну его, и сыну сына его, доколе не придет время и его земле, и ему самому. И будут служить ему народы многие, и цари великие. Если какой народ и царство не захочет служить ему, Новоходоносору, царю Вавилонскому, и не подклонит выи своей под ермоно царя Вавилонского, этот народ я накажу мечом, голодом и моровую язву. Говорит Господь, доколе не истреблю их рукою его. И вы не слушайте своих пророков, и своих гадателей, и своих сновидцев, и своих волшебников, и своих звездочетов, которые говорят вам, не будете служить царю Вавилонскому, ибо они пророчествуют вам ложь, чтобы удалить вас из земли вашей, и чтобы я изгнал вас, и вы погибли. И тот же, который подклонится царя Вавилонского и станет служить ему, я оставлю на земле своей, говорит Господь, и он будет возделывать ее и жить на ней. И сидя к ей царю Иудейскому, всеми семи словами и сказал, подклоните вы ее свою под ермоно царя Вавилонского, и служите ему и народу его, и будете живы. Зачем умирать тебе и народу твоему от меча, голода и моровой язвы, как извлек Господь о том народе, который не будет служить царю Вавилонскому? И не слушайте слов пророков, которые говорят вам, не будете служить царю Вавилонскому, ибо они пророчествуют вам ложь. Я не посылал их, говорит Господь, и они ложно пророчествуют именем моим, ибо я изгнал вас, и чтобы вы погибли, вы и пророки ваши пророчествующие вам. И священникам и всему народу всему я говорил, так говорит Господь, не слушайте слов пророков Маших, которые пророчествуют вам и говорят, вот скоро возвращены будут из Вавилона сосуды дома Господня, ибо они пророчествуют вам ложь. Не слушайте их, служите царю Вавилонскому и живите. Зачем доводить город сей до пустошения? А если они пророки, и если у них есть слово Господне, то путь ханатствует пред Господом Саваофом, чтобы сосуды, оставшиеся в доме Господнем и в доме царя Иудейского и в Иерусалиме, не перешли в Вавилон. Ибо так говорит Господь Саваоф о столбах и о Медном море, и о подножиях, и о прочих вещах, оставшихся в этом городе, которых Навуходоносор, царь Вавилонский, не взял, когда и Ихонию, сына Иакима, царя Иудейского и всех знатных иудеев Иерусалимлин, вывел из Иерусалима в Вавилон. Ибо так говорит Господь Саваоф, Бог Израилевых, о сосудах, оставшихся в доме Господнем и в доме царя Иудейского и в Иерусалиме. Они будут отнесены в Вавилон и там останутся до того дня, когда я посещу их, говорит Господь, и выведу их, и возвращу их на место сие. Глава 28. В тот же год в начале царственной Сидекии царя Иудейского, в четвертый год, в пятый месяц, Анания, сын Азура, пророк из Гаваона, говорил мне в доме Господнем предглазали священников и всего народа и сказал. Так говорит Господь Саваоф, Бог Израилевых, сокрушу и армон царя Вавилонского. Через два года я возвращу на место сие все сосуды дома Господня, который на выхода носа царь Вавилонский взял из всего места и перенес их в Вавилон. И Ихонию сына Иакима, царя Иудейского и всех пленных иудеев, пришедших в Вавилон, я возвращу на место сие, говорит Господь. Ибо сокрушу и армон царя Вавилонского. И сказал Иеремия пророк пророку Анании пред глазами священников и пред глазами всего народа, стоявших в доме Господнем. И сказал Иеремия пророк, да будет так, да сотворит сие Господь, да исполнит Господь слова твои, какие ты произнес о возвращении из Вавилона сосудов дома Господня и всех пленников на место сие. Только выслушай слово сие, которое я скажу вслух тебе и вслух всего народа. Пророки, которые изданы были прежде меня и прежде тебя, предсказывали многим землям и великим царствам войну и бедствие и мор. Если какой пророк предсказывал мир, то тогда только он признаваем был за пророка, которого истинно послал Господь, когда сбывалось слово того пророка. Тогда пророк Анания взял ярмо своей Иериной пророка и сокрушил его. И сказал Анания предглазами сего народа сие слова, так говорит Господь, так сокрушу ярмо Новухудоноса, отца Вавилонского, через два года, сняв его с вывее всех народов. И пошел Иеремия в свою дорогу. И было слово Господня к Иеремии после того, как пророк Анания сокрушил ярмо своей пророка Иеремии. Иди и скажи Ананий, так говорит Господь, ты сокрушил ярмо деревянное и сделаешь вместо него ярмо железное. Ибо так говорит Господь, слава бог Израилев, железно я ему возложу на вывее всех этих народов, чтобы они работали на Новухудоносу, отца Вавилонскому, и они будут служить ему. И даже зверей пылевых я отдал ему. И сказал пророк Иеремия пророк Анании, послушай Ананий, Господь тебя не посылал, и ты обнадеживаешь народ сей ложно. Посему так говорит Господь, вот я сброшу тебя с лица земли, и в этом же году ты умрешь, потому что ты говорил вопреки Господу. И умер пророк Анания в том же году, в седьмом месяце. Глава 29. И вот слова письма, которые пророк Иеремия послал из Иерусалима к остатку старейшин между переселенцами, и к священникам, и к пророкам, и ко всему народу, которых Новухудоноса вывел из Иерусалима в Вавилон. После того, как вышли из Иерусалима царь Ихония и царица, и евнухи, и гнезе Иудеи, и Иерусалима, и плотники, и кузнецы, через Елиасу, сына Сафанова, и Емарию, сына Хелки, и на которых сидяки, царь Иудейский посылал в Вавилон к Новухудоносу, царю Вавилонскому. Так говорит Господь Савау, Бог Израилев, всем пленникам, которых я переселил из Иерусалима в Вавилон. Стройте домы, и живите в них, и разводите сады, и ешьте плоды, и берите жены, рождайте сыновей и дочерей, и сыновьями своим берите жен и дочерей своих, отдавайте в замужество, чтобы они рождали сыновей и дочерей, и размножайтесь там, а не умоляйтесь. И заботьтесь о благосостоянии города, который я переселил в вас, и молитесь за него Господу, ибо при благосостоянии его и вам будет мир. Ибо так говорит Господь Савау, Бог Израилев, да не обольщают вас пророки ваши, которые среди вас и гадатели ваши, и не слушайте снов ваших, которые вам снятся. Ложно пророчествуют они вам именем Моим, я не посылал их, говорит Господь. Ибо так говорит Господь, когда исполнится вам в Вавилоне 70 лет, тогда я посещу вас и исполню доброе слово мое о вас, чтобы возвратить вас на место сие. Ибо только я знаю намерение, которое имею о вас, говорит Господь, намерение во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду. И вы зовете ко мне, и пойдете, и помолитесь мне, и я услышу вас, и взыщете меня, и найдете, если взыщете меня всем сердцем вашим. И я буду найден вами, говорит Господь, и возвращу вас из плена, и соберу вас из всех народов, из всех мест, куда я изгнал вас, говорит Господь, и возвращу вас в то место, откуда переселил вас. Вы, говорите, Господь, воздвиг нам пророков и в Вавилоне. Так говорит Господь о царе, сидящем на престоле Давидовом, и во всем народе, живущем в городе, семь братьев ваших, которые не отведены с вами в плен. Так говорит о них Господь Саваоф, вот я пошлю на них меч и голод, и муровую язву, и сделаю их такими, как негодная смока, которых нельзя есть по негодности их, и буду переследовать их мечом, голодом, муровую язву, и бредам их на озлобление всем царством земли, на проклятие и ужас, на посмеяние и поругание между всеми народами, куда я изгоню их. За то, что они не слушали слов мои, говорит Господь, с которыми я посылал к ним рабов моих пророков, посылал с раннего утра, но они не слушали, говорит Господь. А вы, все переселенцы, которых я послал из Иерусалима в Вавилон, слушайте слово Господне. Так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев, об Ахаве, сыне Коли и Осидейке и сыне Моосей, которые пророчествуют вам именем моим ложь. Вот я придам их в руки на входа носора, царя Вавилонского, и он умертвит их перед вашими глазами, и приятно, и принято будет от них всеми переселенцами иудейскими, которые в Вавилонии проклинать так, да садила тебе Господь то же, что Сидейки и Ахаву, которых царь Вавилонский изжарил на огне. За то, что они делали гнусное в Израиле, при любодействии с женами ближних своих, и именем моим говорили ложь, чего я не повелевал им, я знаю, что это, и я свидетель, говорит Господь. И Шимае, не Ихиламитяне, но скажи, так говорит Господь, Савау, Бог Израилев, за то, что ты послал письма от имени своего ко всему народу, который в Иерусалиме, и к священнику Сафоне и сыну Моосея, и ко всем священникам, и писал, Господь поставил тебя священником вместо священника Ядая, чтобы ты был между блюстителями в доме Господнем, за всяким человеком, неистущим и пророчествующим, и чтобы ты сажал такого в темницу и колоду. Почему же ты не запретишь Иеремию Анафовскому пророчествовать у вас? Ибо он и к нам в Вавилон прислал сказать, плен будет продолжительным, строите домы и живите в них, разводите сады и ешьте плоды. Когда Сафония священник прочитал это письмо вслух пророка Иеремии, тогда было слово Господня к Иеремии, пошли ко всем переселенцам сказать, так говорит Господь о Шимае и нехиламитянина, за то, что Шимае вас пророчествует, а я не посылал его, и обнадеживает вас сложно, зато так говорит Господь. Вот я накажу Шимае и нехиламитянина, и племя его не будет от него человека, живущего среди народа сего, и не увидит он того добра, который я сделал народу моему, говорит Господь, ибо он говорил вопреки Господу. Глава 30. Слово, которое было к Иеремии от Господа. Так говорит Господь Бог Израилев, напиши себе все слова, которые я говорил тебе в книгу, ибо вот наступают дни, говорит Господь, когда я возвращу из плена народ на Израиле и Иуду, говорит Господь, и приведу их опять в ту землю, в которую дал отца моих, и они будут владеть ее. И вот те слова, которые сказал Господь об Израиле и Иуде. Так сказал Господь. Голос смятения и ужаса слышим мы, а не мира. Спросите и рассудите, рождает ли мужчина? Почему же я вижу у каждого мужчины руки на череслав его, как у женщины в родах, и лица у всех бледные? О, горе! Велик тот день, не было подобного ему. Это бедственное время для Иакова, но он будет спасен от него. И будет в тот день, говорит Господь Саваоф, сокрушу Юрмоеву, который на выи твои и узлы твои разорву, и не будет уже служить чужеземцев, но будут служить Господу Богу своему и Давиду, царю своему, которого я восстановлю им. И ты, раб мой Иаков, не бойся, говорит Господь, и не страшись, Израиль, ибо вот я спасу тебя из далекой страны, и племя твоей земли пленение их, и возвратится Иаков, и будет жить спокойно и мирно, и никто не будет устрашать его, ибо я с тобою, говорит Господь, чтобы спасать тебя, я совершенно истреблю все народы, среди которых рассеял тебя, а тебя не истреблю. Я буду наказывать тебя в мире, но не наказанным не оставлю тебя. И вот так говорит Господь, рана твоя не истельна, язва твоя жестока, никто не заботится о деле твоем, чтобы заживить рану твою, целебного врачествования для тебя, все друзья твои забыли тебя, не ищут тебя, ибо я поразил тебя ударами неприятельскими, жестоким наказанием за множество беззаконий твоих, потому что грехи твои умножились. Что вопиешь ты о ранах твоих, о жестокости болезни твоей? По множеству беззаконий твоих я сделал тебе это, потому что грехи твои умножились, но все пожирающие тебя не будут поражены, и все враги твои, и все сами пойдут в плен, и опустошители твои будут опустошены, и на все грабители твоих придам грабежу. Я обложу тебя пластырем и стяну тебя от ран твоей, говорит Господь. Тебя называли отверженным, говоря, вот те он, о котором никто не спрашивает. Так говорит Господь. Вот возвращу плен шатров Иакова, и селение его помилую, и город опять будет построен на холме своем, и храм устроится по-прежнему. И вознесутся из них благодарения и голос веселящихся, и я умножу их, и не будет умоляться, и прославлю их, и не будут унижены. И сыновья его будут, как прежде, и сон его будет предо мной, и накажу всех притеснителей его, и будет вождь его из него самого, и владыка его произойдет из среды его, и я приближу его, и он приступит ко мне. Ибо кто отважится сам, с собой приблизится ко мне, говорит Господь. И вы будете моим народом, и я буду вам Богом. Вот яростный вихрь идет от Господа, вихрь грозный, он пойдет на голову нечестивых, пламенный гнев Господа не отвратится, доколе он не совершит и не выполнит намерение сердца своего в последние дни. Уразумейте это. Глава 31. В то время, говорит Господь, я буду Богом всем племенам Израилевым, а они будут моим народом. Так говорит Господь. Народ, уцелевший от меча, нашел милость в пустыне. Иду успокоить Израиля. Издали явился мне Господь и сказал, любовью вечную я возлюбил себя, и потому простер к тебе благоволение. Я снова устрою тебя, и ты будешь устроена, Дева Израилева. Снова будешь украшаться тимпанами твоими и выходить в хороводе веселящихся. Снова разведешь виноградники на горах Самарии, виноградари, которые будут разводить их, сами будут и пользоваться ими. Ибо будет день, когда стражи на горе Ефремовой провозгласят, вставайте и взойдем на Сион, к Господу Богу нашему. Ибо так говорит Господь. Радостно пойте об Иакове и восклицайте предглавой народов. Провозглашайте, славьте и говорите. Спаси, Господи, народ твой, остаток Израиля. Вот я приведу их из страны северной и соберу их с краев земли. Слепой и хромой беременная и родильница вместе с ними. Великий сон возвратится сюда. Они пошли со слезами, а я поведу их с утешением. Поведу их близ потоков вод, дорогу ровную, на которой не споткнуться. Ибо я, Отец Израилю и Ефрем, первинный смой, слушайте слово Господне народы и возвестите островам отдаленным. И скажите, кто рассеял Израиля, тот и соберет его. И будет охранять его, как пастырь стадо свое. Ибо искупит Господь Иакова и избавит его от руки того, кто был сильнее ему. И придут они и будут торжествовать на высотах Сиона. Истекутся в благостыне Господа. Пшеница и вину и елею, кагнцам и валам. И душа их будет, как напоенный водой усад. И они не будут уже более томиться. Тогда девица будет веселиться в хороводе и юноши и старцы вместе. И изменю печаль их на радость. И утешу их. И обрадую их после скорби их. И напитаю душу священников туком. И народ мой насытится благами моими, говорит Господь. Так говорит Господь. Голос слышен в раме, вопль и горькое рыдание. Рахиль плачет о детях своих. И не хочет утешиться о детях своих. Ибо их нет. Так говорит Господь. Удержи голос твой от рыдания и глаза твои от слез. Ибо есть награда за труд твой, говорит Господь. И возвратятся они из земли неприятельской. И есть надежда для будущности твоей, говорит Господь. И возвратятся сыновья твои в пределы свои. Слышу Ефрема плачущего. Ты наказал меня, и я наказан. Как телец неукротимый. Обрати мне и обращусь. Ибо ты, Господь Бог мой. Когда я был обращен, я каялся. И когда был разумлен, бил себя под бедра. Я был постыжен. Я был смущен, потому что нес без слави и юности моей. Недорогой ли у меня сын Ефрем? Нелюбимое ли дитя? Ибо как только заговорю о нем, всегда с любовью вспоминаю о нем. Внутренность моя возмущается за него. Умилосержусь над ним, говорит Господь. Поставь себе путевые знаки. Поставь себе столбы. Обрати сердце твое на дорогу, на путь, по которому ты шла. Возвращайся, Дева Израилева. Возвращайся все и города твои. Долго ли тебе скитаться, отпадшая дочь? Ибо Господь сотворит на земле нечто новое. Жена спасет мужа. Так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев. Впредь, когда я возвращу плен их, будут говорить на земле Иуды и в городах его всее слово. Да благословит тебя Господь жилище правды, гора святая. И поселится на ней Иуда и все города его вместе земледельцы, ходящие со стадами. Ибо я напою душу истомленную и насыщу всякую душу скорбящую. При этом я пробудился и посмотрел, и сон мой был приятен мне. Вот наступают дни, говорит Господь, когда я засею дом Израилев и дом Иудин семенем человека и семенем скота. И как я наблюдал за ними, и скереняя, и сокрушая, и разрушая, и погубляя, и поврождая, так буду наблюдать за ними, созидая и насаждая, говорит Господь. В те дни уже не будут говорить, отцы ели кислый виноград, а у детей на зубах оскомина, но каждый будет умирать за свое собственное беззаконие. Кто будет есть кислый виноград, у того на зубах и оскомина будет. Вот наступают дни, говорит Господь, когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет. Не такой завет, как я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетские. Тот завет мой они нарушили. Хотя я оставался в союзе с ними, говорит Господь, но вот завет, который я заключу с домом Израилевым, после тех дней, говорит Господь, вложу закон мой во внутренность их и на сердцах их напишу его и буду им Богом, а они будут моим народом. И уже не будут учить друг друга брат-брата и говорить, познайте Господа, ибо все сами будут знать меня, от малого до большого, говорит Господь, потому что я прощу беззаконие их и грехов их уже не вспомину более. Так говорит Господь, который дал солнце для освещения днем, уставы луния и звездам для освещения ночью, которые возмущают море, так что волны его ревут, Господь Саваоф имя ему. Если сии уставы перестанут действовать предо мною, говорит Господь, то и племя Израилева перестанет быть народом предо мною навсегда. Так говорит Господь, если небо может быть измерено вверху и основания земли следованы внизу, то и я отвергну все племя Израилева за все то, что они делали, говорит Господь. Вот наступают дни, говорит Господь, когда город устроен, будет во славу Господа от башни Анамиила до мороз угольных. И землемерная верфь пойдет далее прямо до холма Гарива и обойдет Гааф. И вся долина трупов и пепла и все поле до потуха Кедрона, до угла Афонских ворот к востоку, будет святынью Господа, не разрушится и не распадется вовеки. Глава 32. Слово, которое было от Господа к Иеремии на 10-й год Сидекии царя Иудейского, этот год был 18-м годом Новохудоносора. Тогда войско царя Вавилонского ослаждало Иерусалим. И Иеремия пророк был заключен во дворе стражей, который был при доме царя Иудейского. Сидекия царь Иудейский заключил его туда, сказав, «Зачем ты пророчествуешь и говоришь? Так говорит Господь. Вот я отдаю город сей в руки царя Вавилонского, и он возьмет его». И Сидекия царь Иудейский не избегнет от рук халдеев, но непременно предан будет в руки царя Вавилонского и будет говорить с ним устами кустам, и глаза его увидят в глаза его. И он отведет Сидекию в Вавилон, где он и будет, доколе не посещу его, говорит Господь, «Если вы будете воевать с халдеями, то не будете иметь успеха». И сказал Иеремия, «Таково было ко мне слово Господне. Вот она, Меилсен Салумия, дядя твоего, идет к тебе и сказать, «Купи себе поле мое, которое в Анафофе, потому что по праву отства тебе надлежит купить его». И Анамиил, сын дяди моего, пришел ко мне по слову Господню во двор стражей и сказал мне, «Купи поле мое, которое в Анафофе, в земле Вениаминовой, ибо право наследство твое и право выкупа твое, купи себе». Тогда я узнал, что это было слово Господне, и купил я поле у Анамиила, сына дяди моего, которого в Анафофе, и отвесил ему семь сиклей серебра и десять серебряников, и записал в книгу, и запечатал ее, и пригласил к тому свидетелей, и отвесил серебро на весах, и взял ее купчую запись, как запечатанную по закону и уставу, так и открытую, и отдал эту купчую запись Варуху, сыну Нирии, сына Моосеи, в глазах Анамиила, сына дяди моего, и в глазах свидетелей, подписавших эту купчую запись, в глазах всех иудеев, сидящих на дворе стражи, и заповедал Варуху в присутствии их. Так говорит Господь, Саваул Бог Израилев. Возьмись из записи эту купчую запись, которая запечатана, и эту запись открытую, и положи ее в глиняный сосуд, чтобы они оставались там многие дни. И вот так говорит Господь, Саваул Бог Израилев. Домы и поля и виноградники будут снова покупаемы в земле сей. И передав купчую запись Варуху, сыну Нирии, я помолился Господу. О Господи Боже, Ты сотворил небо и землю, великую силою Твоей и простертую мышцей. Для Тебя ничего нет невозможного. Ты являешь мылость тысячам, из-за беззакония отцов воздаешь внедр детям их после них. Боже великий, сильный, которому имя Господь Саваул, великий в совете и сильных делах, которого очень отверстие на все пути сынов человеческих, чтобы воздавать каждому по путям его и по плодам дел его, который совершил чудеса и знамения в земле египетской, и совершаешь до сего дня и в Израиле, и между всеми людьми, и соделывал себе имя, как в сей день. И вывел народ в Израиле и земле египетской знамениями и чудесами, и руку и сильную, и мышцу простертую при великом ужасе. И дал им землю сию, которую дать им клятвенно обещал отцам их, землю текущую молоком и медом. Они вошли и завладели ею, но не стали слушать глаза твоего и поступать по закону твоему, не стали делать того, что ты заповедовал им делать, и зато ты навел на них все это бедствие. Вот насыпи достигают до города, чтобы взять его, и город от меча и голода и моровой язвы отдается в руки халдеев, воюющих против него. Что ты говорил, то и исполняется, и вот ты видишь это. А ты, Господи Божий, сказал мне, купи себе поле за серебро и пригласи свидетелей, тогда как город отдается в руки халдеев. И было слово Господня Керемии. Вот я Господь Бог всякой плоти. Есть ли что невозможное для меня? Посему так говорит Господь. Вот я отдаю город себе в руки халдеев и в руки Новохудоноса, царя Вавилонского, и он возьмет его. И войдут халдеи, осаждающие сей город, зажгут город огнем, и сожгут его и домы, на кровлях которых возносились курия Ваву, и возливаемы были взлияния чужим богам, чтобы прогневлять меня. Ибо сыновья Израилевы и сыновья Иудины только зло делали пред очами моими от юности своей. Сыновья Израилевы только прогневали меня делами рук своих, говорит Господь. И как бы для днева моего и ярости моей существовал город сей с самого дня построения его до сего дня, чтобы я отверг его от лица моего за все зло сыновей Израиля и сыновей Иуды, какое они и прогневлению меня делали. Они цари их, князья их, священники их и пророки их, и мужи Иуды, и жители Иерусалима. Они обратились ко мне спиною, а не лице. А когда я учил их, с раннего утра учил, они не хотели принять наставление. И в доме, над которым наречено имя мое, поставили мерзости свои, оскриняя его. Устроили капище в Аллу в долине сыновей Яномовых, чтобы проводить через огонь сыновей своих и дочерей своих в честь Молуху, чего я не повелевал им. И мне на ум не приходило, чтобы они делали эту мерзость, вводя в грех Иуду. И однако же, ныне, так говорит Господь Бог Израилевых об этом городе, о котором вы говорите, он передается в руки царя Вавилонского мечом, и голодом, и моровую язву. Вот я соберу их из всех стран, которые изгнал их во гневе моем. И в ярости моей, и в великом негодовании, и возвращу их на место сие, и дам им безопасное житие. Они будут моим народом, и я буду им Богом. И дам им одно сердце, и один путь, чтобы боялись меня во все дни жизни, ко благу своему, и ко благу детей своих после них. И заключу с ними вечный завет, по которому я не отвращусь от них, чтобы благотворить им, и страх мой вложу в сердца их, чтобы они не отступали от меня. И буду радоваться о них, благотворяя им, и насажду их на земле сей твердо, от всего сердца моего, и от всей души моей. Ибо так говорит Господь, как я навел на народ сей все это великое зло, так наведу на них все благо, которое я извлек о них. И буду покупать поля в земле сей, о которой вы говорите, это пустыня без людей и без скота, она отдана в руки халдеям. Будут покупать поля за серебро, и вносить в записи, и запечатывать, и приглашать свидетелей в земле, в Вениаминовой, и в окрестностях Иерусалима, и в городах Иуды, и в городах Нагорных, и в городах Неизменных, и в городах Южных. Ибо возвращу плен их, говорит Господь. Глава 33. Было слово Господни Киеремии вторично, когда он еще и содержался во дворе стражи. Так говорит Господь, который сотворил землю, Господь, который утвердил ее, Господь имя ему. Возови ко мне, я отвечу тебе, покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь. Ибо так говорит Господь Бог Израил в домах города, сего и домах иудейских, которые разрушаются для завалов и для сражений, пришедшими воевать с халдеями, чтобы наполнить домы трупами людей, которых я поражу во гневе моем и в ярости моей, за все их беззакония, которых я сохраню лицо мое от города сего. Вот я приложу ему пластырь и целебные сельства, и уврачу их, и открою им изобилия мира и истины, и возвращу плен Иуды и плен Израиля, и устрою их, как в начале, и очищу их от всего нечестия, их, которыми они грешили предо мной, и прощу все беззакония, их, которыми они грешили предо мной, и отпали от меня. И будет для меня Иерусалим радостным именем, похвалу и честью перед всеми народами земли, которые услышат о всех благах, которые я сделаю ему, и изумятся, и затрепещут от всех благодеяний, от всего благоденствия, которое я доставлю ему. Так говорит Господь, на этом месте, о котором вы говорите, оно пусто, без людей и без скота, в городах иудейских и на улицах Иерусалима, которые пусты, без людей, без жителей, без скота, опять будет слышен голос радости, голос веселья, голос жениха и голос невесты, голос говорящих славьте Господа Саваофа, ибо благ Господь, ибо вовек милость Его, и голос приведосящих жертву благодарения в доме Господнем, ибо я возвращу пленных всей земли в прежнее состояние, говорит Господь. Так говорит Господь Саваоф, на этом месте, которое пусто, без людей, без скота, и во всех городах Его опять будут жить жилища пастухов, которые будут покоить стада. В городах Нагорных, в городах Низменных, в городах Южных, в земле Вениаминовой и в окрестностях Иерусалима, в городах Иуды опять будут проходить стада под рукой считающего, говорит Господь. Вот наступят дни, говорит Господь, когда я выполню то доброе слово, которое я изрюк о доме Израилевом и о доме Иудином. Во все дни, в те дни и в то время возвращу Давиду отрасль праведную и будет производить суд и правду на земле. В те дни Иуда будет спасен и Иерусалим будет жить безопасно и нарекут имя ему Господь оправдание наше. Ибо так говорит Господь, не прекратится у Давида муж сидящий на престоле дома Израилева и у священников-левитов не будет недостатка в мужа перед лицом моим во все дни возносящимся сожжения и сожигающим приношения и совершающим жертвы. И было слово Господне к Иеремии. И так говорит Господь, если можете разрушить завет мой о дне и завет мой о ночи, чтобы день и ночь не приходили в свое время, то может быть разрушен и завет мой с рабом моим Давидом, так что не будет у него сына царствующего на престоле его, а также с левитами, священниками, служителями моими. Как неисчислимо небесное воинство и неизмерим песок морской, так размножу племя Давида, раба моего и левитов, служащих мне. И было слово Господне к Иеремии. Не видишь ли, что народ этот говорит, те два племени, которые избрал Господь, он отверг. И через это они презирают народ, как бы он уже не был народом в глазах их. Так говорит Господь, если завета моего о дне и ночи и уставов неба и земли я не утвердил, то и племя Якова, и Давида раба моего отвергну, чтобы не брать себе более владыки из него племени для племени Авраама, Исаака, Иакова, ибо возвращу пленных и помилую их. Глава 34. Слово, которое было к Иеремии от Господа, когда на выхода носор царь Вавилонский и все войско его и все царства земли под властной руке его, и все народы воевали против Иерусалима и против всех городов его. Так говорит Господь, Бог Израилев, иди скажи, сидя кийцарю, иудейскому, и скажи ему. Так говорит Господь, вот я отдаю город себе в руки царя Вавилонского, и он сожжет его огнем, и ты не избежишь от руки его, но непременно будешь взять и передан в руки его, и глаза твои увидят глаза царя Вавилонского, и уста его будут говорить твоим уста, и пойдешь в Вавилон. Впрочем, слушая слово Господне, сидя кияцарь иудейский, так говорит Господь о тебе, ты не умрешь от меча, ты умрешь в мире, и как для отцов твоих прежних царей, которые были прежде тебя, сожигали при погребении благовония, так сожгут и для тебя, и я плачу от тебя, увы, государь, ибо я изрек это слово, говорит Господь. Иеремия прорву все слова сии и пересказал сидя кияцарю иудейскому в Иерусалиме. Между тем, войско царя Вавилонского воевало против Иерусалима и против всех городов иудейских, которые еще оставались против Лохиса и Азики, ибо из городов иудейских сии только оставались как города укрепленные. Слово, которое было к Иеремии от Господа после того, как царь сидякия заключил завет «Чтобы каждый отпустил на волю раба своего, рабу свою, еврея и евреянку, чтобы никто из них не держал в рабстве иудея брата своего. И послушали все князья и весь народ, которые вступили в завет, чтобы отпустить каждому раба своего и каждому рабу свою на волю, чтобы не держать их впредь в рабах, и послушались, и отпустили. Но после того раздумав стали брать назад рабов и рабынь, которых отпустили на волю, и принудили их быть рабами и рабынями. И было слово Господника Иеремии от Господа. Так говорит Господь, Бог Израилев. «Я заключил завет с отцами вашими, когда вывел их из земли египетской, из дома рабства, и сказал, в конце седьмого года отпускайте каждый брата своего еврея, который продал себя тебе. Пусть он работает тебе шесть лет, а потом отпусти его от себя на волю. Но отцы ваши не послушали меня и не преклонили ухо своего. Вы ныне обратились и поступили справедливо перед очами моими, объявив каждую субботу ближнему своему и заключили предо мной завет в доме, над которым наречено имя мое. Но потом раздумали, бесславили имя мое, возвратили к себе каждый раба своего и каждый рабу свою, которых отпустили на волю, куда душа их была угодна, и принуждаете их быть у вас рабами и рабынями. Посему так говорит Господь, вы не послушались меня в том, чтобы каждый объявил свободу брата своему и ближнему своему. Зато вот я, говорит Господь, объявлю вам свободу подвергнуться мечу, моровой язве и голоду, и отдам вас на озлобление во все царства земли, и отдам приступивших завет мой и не устоявших в словах завета, которые они заключили перед лицом моим, и рассекшие тельца надвое и прошившие между рассеченными частями его. Князей иудейских и князей иерусалимских, евнуков и священников и весь народ земли, проходившие между рассеченными частями тельца, отдам их в руки врагов их и в руки ищущих души их, и трупы их будут пищу птицам небесным и зверям земным. И сидите у царя иудейского и князей его, отдам в руки врагов их и в руки ищущих души их, и в руки войска царя Вавилонского, которая обступила от вас. Вот я дам повеление, говорит Господь, и возвращу их к этому городу, и они нападут на него, и возьмут его, и сожгут его огнем, и города иудеи сделают пустыню необитаемые. Глава 35. Слово, которое было к Иеремии от Господа во дни Иеракима, сына Иосини, царя иудейского. Иди в дом риховитов и поговори с ними, и приведи их в дом Господень, в одну из комнат, и дай им пить вина. Я взял и Азанию, сына Иеремии, сына Авацинии, и братьев его, и всех сыновей его, и весь дом риховитов. И привел их в дом Господень, в комнату сынов Анана, сына Гадолии, человека Божия, которая подле комнаты князей, над комнатой Моосеи, сына Силумова, стажа у входа. И поставил перед сынами дома риховитов полную чашу вина, и стаканы, и сказал им, пейте вино. Но они сказали, мы вина не пьем, потому что Иоанн Адам, сын Иерихава, отец наш, дал нам заповедь, сказав, не пейте вина, ни вы, ни дети ваши вовеки. И домов не стройте, и семян не сеете, и виноградников не разводите, и не имейте их, но живите в шатрах во все дни жизни вашей, чтобы он долгое время прожить на той земле, где вы странниками. И мы послушались голоса Иоанна Адама, сына рихового, отца нашего, во всем, что он завещал нам, чтобы не пить вина во все дни наши. Мы и жены наши, и сыновья наши, и дочери наши, и чтобы не строить домов для жительства нашего. И у нас нет ни виноградников, ни полей, ни посева, а живем в шатрах, и во всем слушаемся и делаем все, что заповедовал нам Иоанн Адам, отец наш. Когда же Навуходонос Артемий Вилонский пришел в землю сию, мы сказали, пойдем, уйдем в Иерусалим от войска халдеев и от войска арамеев. И вот, мы живем в Иерусалиме, и было слово Господня Киеремии, так говорит Господь самого Бук-Израилем. Иди и скажи мужам Иуды и жителям Иерусалима, неужели вы не возьмете из этого наставления для себя, чтобы слушаться слов моих, говорит Господь. Слова Иоанна Адама, сына Рихамова, который завещал сыновьям своим не пить вина, выполняются, и они не пьют до сего дня, потому что слушаются завещания отца своего. А я непрестанно говорил вам, говорил с раннего утра, и вы не послушались меня. Я посылал к нам всех рабов моих пророков, посылал с раннего утра и говорил, обратитесь к каждому пути своего и исправьте поведение ваше, и не ходите во следственных богов, чтобы служить им. И будете жить на этой земле, которую я дал вам и отцам вашим, но вы не преклонили ухо своего и не послушались меня, так как сыновья Иоанна Адама, сына Рихамова, выполняют заповедь отца своего, которую он заповедовал им, а народ сей не слушает меня. Посему так говорит Господь Бог, Слава Бога Израилевых, вот я наведу на Иудею и на всех жителей Иерусалима все то зло, которое я изрек на них, потому что я говорил им, а они не слушались, звал их, а они не отвечали. А дому риховитов, сказал Иеремия, так говорит Господь Слава Бога Израилевых, за то, что вы послушали завещание Иоанна Адама отца вашего и храните все заповеди его и во всем поступаете, как он завещал вам, за то так говорит Господь Слава Бога Израилевых. И не отнимается у Иоанна Адама сына рихового мужа, предстоящего предлецом моим во все дни. Глава 36. В четвертый год Иоакима, сына Иосии, царя иудейского, было такое слово к Иеремии от Господа. Возьми себе книжный свиток и напиши в нем все слова, которые я говорил тебе об Израиле и об Иуде и о всех народах с того дня, как я начал говорить тебе. О дне Иосии и до сего дня. Может быть, дом Иудин услышит о всех бедствиях, какие я помышляю сделать им, чтобы они обратились каждый от злого пути своего, чтобы я простил неправду их и грех их. И призвал Иеремия вороха сына Нирии, и написал воров книжный свиток из уст Иеремии все слова Господа, которые он говорил ему. И приказал Иеремия вороху и сказал, я заключен и не могу идти в дом Господний. Итак, иди ты и прочитай написанные тобою в свитке с уст моих слова Господний, слух народа, в доме Господнем, в день поста, также и слух всех иудеев, пришедших из городов своих, прочитай их. Может быть, они вознесут смиренное моление перед лицом Господа и обратятся к каждому злому пути своего. Ибо велик гнев и негодование, которое объявил Господь на народ сей, ворох сын Нирии, Нирии, сделал все, что приказал он пророк Иеремия, чтобы слова Господни, написанные в свитке, прочитать в доме Господнем. В пятый год Иакема, сына Иосии царей иудейской, в девятом месяце объявили пост пред лицом Господа, всему народу в Иерусалиме и всему народу, пришедшему в Иерусалим из городов иудейских. И прочитал ворох написанные в свитке слова Иеремии в доме Господнем, в комнате Гемарии, сына Сафанова, песца на верхнем дворе, у входа в новые ворота, дом Господня, вслух всего народа. Михей сын Гемарии, сына Сафанова, слышал все слова Господни, написанные в свитке. И сошел в дом царя в комнату царского песца, и вот там сидели все князья, Елисан, царский песец, и Дилаенс, сын Симая, и Илнафан, сын Абхбора, и Гемария, сын Сафана, и Сидекия, сын Анании, и все князья. И пересказал им Михея все слова, которые он слышал, когда ворох читал свиток слух народа. Тогда все князья послали вороху Иегудия, сына Анафании, сына Селемии, сына Хусии, и сказать ему, свиток, который ты читал слух народа, возьми в руку твою и приди. И взял ворох, сын Иерии, свиток в руку свою и пришел к ним. Они сказали ему, сядьте, прочитай нам слух. И прочитал ворох вслух им. Когда они выслушали все слова, то с ужасом посмотрели друг на друга и сказали вороху, мы непременно перескажем все сии слова царю. И спросили вороха, скажи же нам, как ты написал все слова сии из уст его? И сказал он вороху, он произносил мне устами своими все сии слова, а я чернилами писал их в этот свиток. Тогда сказали князья вороху, пойди, спройся ты и Иеремия, чтобы никто не знал, где вы. И пошли они к царю во двор. А свиток оставили в комнате Елисама царского писца. И пересказали вслух царя все слова сии. Царь послал Иегудия принести свиток. И он взял его из комнаты Елисама царского писца. И читал его Иегудий вслух царя и вслух всех князей, стоявших у для царя. Царь в то время, в девятом месяце, сидел в зиме на доме. И перед ними горела жаровня. Когда Иегудий прочитывал три или четыре столбца, царь отрезал их писцовым ножичком и бросал на огонь в жаровне. Да коли не уничтожен был весь свиток на огне, который был в жаровне. И не убоялись и не разодрали одежь своих ни царя, ни все слуги его, слышавшие все слова сии. Хотя и Лапан, и Дилая, и Гемария упрашивали царя не сожигать свитка, но он не послушал их. И приказал царь Иерумейлу, сыну царя, и Сираи, сыну Азриилову, и Селемии, сыну Авдиилову, взять вороха писца и Иеремию проока. Но Господь сокрыл их. И было слово Господнике Иеремии после того, как царь сожжег свиток и слова, которые ворох писал из уст Иеремии, и сказано ему, возьмите себе опять другой свиток и напиши в нем все прежние слова, какие были в первом свитке, который сожжег Иоаким царь Иудейский. А царю Иудейскому Иоакиму скажи, так говорит Господь, ты сожжег свиток сей, сказав, зачем ты написал в нем непрестанно придет царь Вавилонский и разорит землю сию и истребит на ней людей и скот. За это, так говорит Господь об Иоакиме, царе Иудейском, не будет от него сидящего на престоле Давидому, и труп его будет брошен на зной дневной и на холод ночной. И посещу его и племя его и слуг его за неправду их, и наведу на них и на жителей Иерусалима, и на мужей Иуды все зло, которое я изверг на них, а они не слушали. И взял Иеремия другой свиток и отдал его вороху писцу сыну Нерии, и он написал в нем из уст Иеремии все слова того свитка, который сожжет Иоаким царь Иудейский на огне, и еще прибавлено к ним много подобных тем слов. Глава 37. Глава 37. Глава 37. Глава 37. Глава 37. Глава 38. Глава 38. Глава 38. Глава 38. Глава 38. и отпустили Еремию на веревках. В яме то не было воды, но только грязь, и прогрузился Еремия в грязь. И услышал Авдемилех и Апылянец, один из евнуков, находящихся в царском доме, что Еремию посадили в яму, и царь сидел тогда у ворот Вениаминовый. И вышел Авдемилех из дома царского и сказал, Государь мой, царь, худо сделали эти люди, так поступивши с Еремией пророком, которого бросили в яму, он умрет там от голода, потому что нет более хлеба в городе. Царь дает приказание Авдемилеху и Ефеоплянину, сказав, Возьми с собой отсюда тридцать человек и вытащи Еремию пророка из ямы, доколе он не умрет. Авдемилех взял людей и с собой, и вошел в дом царский под кладовую, и взял оттуда старых негодных тряпок и старых негодных лоскутев, и опустил их на веревках в яму к Еремии. И сказал Авдемилех и Ефеоплянин, и Еремий, Подложите старые брошенные тряпки и лоскутья под мышки и рук твоих под веревки, и сделал так Еремий. И потащили Еремию на веревках и вытащили его из ямы, и оставался Еремия во дворе стражи. Тогда царь Сидикий опослал и призвал Еремию пророка к себе при третьем входе в дом Господень и сказал царе Еремий, Я у тебя спрошу нечто, не скрой от меня ничего. И сказал Еремия Сидикий, Если я открою тебя, не предашь ли ты меня смерти, и если дам тебе совет, ты не послушаешь меня. И клялся царь Сидикий и Еремий тайно говоря, Жив Господь, который сотворил нам душу сию, не предам себе смерти и не отдам в руки этих людей, которые ищут души твои. Тогда Еремия сказал Сидикий, и так говорит Господь Бог Савауф, вот Бог Израилев, Если ты выйдешь к князням царя Вавилонского, то жива будет душа твоя, и этот город не будет сожжен огнем, и ты будешь жив и дом твой. А если не выйдешь к князням царя Вавилонского, то этот город будет предан в руки халдеев, и они сожгут его огнем, и ты не избежишь от рук их. И сказал царь Сидикий и Еремий, Я боюсь иудеев, которые перешли к халдеям, чтобы халдеи не предали меня в руки их, и чтобы те не надругались надо мной. И сказал Еремий, Не предадут, послушай глаза Господа в том, что я говорю тебе, и хорошо тебе будет, и жива будет душа твоя. А если не захочешь уйти, то вот слово, которое открыл Господь мне. А вот все жены, которые остались в доме царя Иудейского, отведены будут к князьям царя Вавилонского, и скажут они, тебя оболстили и превосновли друзья твои. Ноги твои погрузились в грязь, и они удалились от тебя. И всех жен твоих и детей твоих отведут к халдеям, и ты не избежишь от руки их. Но будешь взять рукой у царя Вавилонского, и сделаешь то, что город сей будет сожжен огнем. И сказал все дикие Еремии, никто не должен знать этих слов, и тогда ты не умрешь. И если услышат князья, что я разговаривал с тобой, и придут к тебе и скажут тебе, скажи нам, что говорил ты царю, не скрой от нас, и мы не пригодим тебе смерти, и также, что говорил тебе царь, то скажи им, я повернулся пред лица царя прошение мое, чтобы не возвращать меня в дом Иоаннафана, чтобы мне не умереть там. И пришли все князья иудейские князья Киеремии и спрашивали его. И он сказал им согласно со всеми словами, которые царь велел сказать, и они молча оставили его, потому что не узнали сказанного царю. И оставался Иеремия во дворе стражи до того дня, в который был взят Иерусалим, и Иерусалим был взят. Глава 39. В 9-й год Сидекии царя иудейского в 10-й месяц пришел Мухудоносор царь Вавилонский со всем войском своим к Иерусалиму и обложили его. А в 11-й год Сидекии, в 4-й месяц, в 9-й день месяца, город был взят. И вошли в него все князья царя Вавилонского и расположили их в средних воротах. Нергал Шарицер, Самгарнева, Сарсехин, начальник Евнухов, Нергал Шарицер, начальник магов, и все остальные князья царя Вавилонского. Когда Сидекия царь иудейский и все военные люди увидели их, побежали и ночью вышли из города через царский сад, в ворота между двумя стенами и пошли по дороге равнины. Но войско Халдейские опогналось за ними и настигли Сидекию на равнинах Иерихонских. И взяли его от великому Худоносу и царю Вавилонскому в Ривну в землю Ямап, где он произнес суд над ним. И заколол царь и вавилонский сыновей Сидекия в Ривле перед его глазами, и всех вельмош иудейских заколол царь и вавилонский. А Сидекий выколол глаза и заковал его в оковы, чтобы отвезти его в вавилон. Дом царя и дом народа сожгли Халдеей огнем и стены Иерусалима разрушили. А остаток народа, оставшийся в городе, и перебежчиков, которые перешли к нему, и прочий оставшийся народ Навузардан, начальник телохранителей, пересилил в вавилон. Бедных же из народа, которые ничего не имели, Навузардан начальник телохранителей оставил в иудейской земле и дал им тогда же виноградники и поля. А Иеремий Навуходану, сортер в вавилонский, дал такое повеление Навузардану, начальнику телохранителей. Возьми его и имей его во внимании, и не делай ему ничего худого, но поступай с ним, как он скажет тебе. И послал Навузардан, начальник телохранителей, и Навузардан, начальник евнухов, Навузазван, начальник евнухов, и не рыгал шарицер, начальник магов, и все князья царя Вавилонского. Послали и взяли Иеремию со двора стражи и поручили его Гадолии, сыну Ахикама, сына Сафанова, отвезти его домой. И он остался жить среди народа. К Иеремии тогда, когда он еще содержался во дворе темничном, было слово Господне. Иди, скажи Авдемелеху, имфиоплянину, так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев. Вот я исполню слова мои о городе Семь во зло, а невдобой ему, и они сбудутся в тот день перед глазами твоими. Но тебя я избавлю в тот день, говорит Господь, и не будешь предан в руки людей, которых ты боишься. Я избавлю тебя, и ты не падешь от меча, и душа твоя останется у тебя вместо добычи, потому что ты на меня возложил упование, сказал Господь. Слава Богу, друзья, вот закончился еще один двухчасовой библейский марафон. Мы с вами продвинулись в книге Иеремии до 40-й главы, с которой мы завтра начнем наше чтение. Есть очень много, о чем хочется размышлять и прилагать свое сердце и ухо к слышанию Божьей воли в своей жизни. Поэтому я желаю вам, чтобы вы всегда видели перед собой руку Господню и всегда были послушны Ему во всем. Пусть благословит Господь ваши жизни, ваши семьи, ваши дома, все, что делает рука ваша. Во славу Божию встретимся завтра в это же время с 10 до 12 по восточно-американскому времени. Благословляем вас. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok